Самбодхи сутта, Просветление. А.Н. 9.1. Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в Саваттхи в роще Джеты в монастыре Анатхайпиндике. Там Благословенный обратился к монахам, монахи. Учитель. Ответили те монахи. Благословенный сказал, монахи, странники-приверженцы иных учений могут спросить вас, в чем, друзья, заключается непосредственная причина для развития средств к просветлению? Будучи спрошенными так, как бы вы им ответили? Учитель, наши учения укоренены в Благословенном, направляемы Благословенным, находит пристанище в Благословенном. Было бы хорошо, если бы Благословенный сам прояснил значение этого утверждения. Услышав это из его уст, монахи запомнят это. Тогда, монахи, слушайте внимательно. Я буду говорить. Да, учитель, ответили монахи. Благословенный сказал, монахи, если странники-приверженцы иных учений спросят вас, в чем, друзья, заключается непосредственная причина для развития средств к просветлению? То вот как вам следует ответить, один, вот, друзья, у монаха хорошие друзья, хорошие спутники, хорошие товарищи. Такова первая непосредственная причина для развития средств к просветлению. Два, далее, друзья, монах нравственен. Он пребывает, обуздывая себя потимокхой, обладая хорошим поведением и подобающими средствами, видя опасность в мельчайших проступках. Возложив на себя правила тренировки, он тренируется в них. Такова вторая непосредственная причина для развития средств к просветлению. Три, далее, друзья, монах слушает по желанию, без сложностей и проблем, беседу, связанную с отшельнической жизнью, которая ведет к раскрытию сердца, то есть, беседу о малом количестве желаний, о довольствовании тем, что есть, об уединении, об отсутствии связанности с другими, о зарождении усердия, о нравственном поведении, о сосредоточении, о мудрости, об освобождении, о знании и видении и освобождении. Такова третья непосредственная причина для развития средств к просветлению. Четыре, далее, друзья, монах зародил усилия к оставлению неблагих качеств и к обретению благих качеств. В этом он силен, упорен в старании, не откладывает своей обязанности развивать благие качества. Такова четвертая непосредственная причина для развития средств к просветлению. Пять, далее, друзья, я, монах мудр. Он обладает мудростью, которая различает происхождение и исчезновение, благородной, проницательной, ведущей к полному уничтожению страданий. Такова пятая непосредственная причина для развития средств к просветлению. Когда, монахи, у монаха есть хорошие друзья, хорошие спутники, хорошие товарищи, то можно ожидать, что он будет нравственным, тем, кто пребывает, обуздавая себя потимокхой, обладает хорошим поведением и подобающими средствами, видит опасность в мельчайших проступках. Возложив на себя правила тренировки, он будет тренироваться в них. Когда у монаха есть хорошие друзья, хорошие спутники, хорошие товарищи, то можно ожидать, что он станет слушать по желанию, без сложностей и проблем, беседу, связанную с отшельнической жизнью. Когда у монаха есть хорошие друзья, хорошие спутники, хорошие товарищи, то можно ожидать, что он зародит усилие к оставлению неблагих качеств. Когда у монаха есть хорошие друзья, хорошие спутники, хорошие товарищи, то можно ожидать, что он будет мудрым, будет обладать мудростью, которая различает происхождение и исчезновение, благородной, проницательной, ведущей к полному уничтожению страданий. Утвердившись в этих пяти вещах, далее монаху следует развивать другие четыре вещи. Какие четыре? 6. Восприятие непривлекательности должно быть развито, чтобы оставить жажду. 7. Доброжелательность должна быть развита, чтобы отбросить злобу. 8. Осознанность к дыханию должна быть развита, чтобы отсечь мысли. 9. Восприятие непостоянства должно быть развито, чтобы устранить самомнение «Я». 1. Когда человек воспринимает непостоянство, то в нем утверждается восприятие безличности. Тот, кто воспринимает безличностность, тот искореняет самомнение «Я», что и есть негбана в этой самой жизни. 1. Самомнение, будучи психологом, психологическим ощущением самости, устраняется на уровне араханта, тогда как воззрение «Я», будучи концептуальной идеей, устраняется на уровне плода вступления в поток. 2. Несая сутта, поддержка. АН 9.2. И тогда нитью монах подошел к благословенному, поклонился ему, сел рядом и сказал, «Учитель, оснащенный поддержками, оснащенный поддержками, так говорят». В каком смысле говорится, что монах оснащен поддержками? Если, монах, 1, поддерживаемый верой монах отбрасывает неблагое и развивает благое, то неблагое действительно отбрасывается им. 2, если поддерживаемый чувством стыда. 3, если поддерживаемый боязнью совершить проступок. 4. Если поддерживаемый усердием. 5. Если поддерживаемой мудростью монах отбрасывает неблагое и развивает благое, то неблагое действительно отбрасывается им. Монах отбросил, хорошо отбросил неблагое, в том случае, если он отбросил это за счет видения этого благородной мудростью. 1. Опираясь на эти пять вещей, монаху далее следует полагаться на четыре вещи. Какие четыре? 6. Вот монах осмотрительно использует некоторые вещи, 7. Он осмотрительно терпит некоторые вещи, 8. Он осмотрительно избегает некоторых вещей, 9. Он осмотрительно рассеивает некоторые вещи. 2. Монах, вот каким образом этот монах оснащен поддержками. 1. Имеется в виду, что если предыдущие виды отбрасывания неблагово временное и обратимое, то отбрасывание мудростью постоянное и необратимое. 2. Подробно разъясняется в АН 6.58. Микхия сутта, Микхия. АН 9.3. Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в Чилике на горе Чилике. В то время Достопочтенный Микхия был прислужником Благословенного. И тогда Достопочтенный Микхия подошел к Благословенному, поклонился ему, встал рядом и сказал, «Учитель, я бы хотел отправиться в Джентугаму за подаяниями. Можешь отправляться, Микхия, когда сочтешь нужным». И тогда, утром, Достопочтенный Микхия оделся, взял чашу и одеяние и вошел в Джентугаму собирать подаяния. Походив под Джентугами за подаяниями, после принятия пищи, возвратившись с хождения за подаяниями, он отправился на берег реки Кимилаки. По мере того, как он прогуливался вдоль берега реки Кимилаки, чтобы размяться, Достопочтенный Микхия увидел восхитительную Манговую рощу. Мысль пришла к нему, «Эта Манговая роща воистину чудесна и восхитительна, подходящее место для приложения стараний теми, кто нацелен на старания. Если Благословенный мне разрешит, я вернусь в эту Манговую рощу для приложения стараний в медитации». И тогда Достопочтенный Микхия отправился к Благословенному, поклонился ему, сел рядом и сказал, «Этим утром, учитель, я оделся, взял чашу и вошел в Джентугаму собирать подаяния. Если Благословенный мне разрешит, я вернусь в эту Манговую рощу для приложения стараний в медитации. Поскольку мы одни, Микхия, подожди, пока другой монах подойдет». И во второй раз Достопочтенный Микхия обратился к Благословенному, «Учитель, для Благословенного нет более ничего, что нужно было бы сделать, и нет нужды развить то, что было сделано. Но, учитель, для меня есть то, что еще нужно сделать, и есть нужда развить то, что было сделано. Если Благословенный мне разрешит, я вернусь в эту Манговую рощу для приложения стараний в медитации». И в третий раз Достопочтенный Микхия обратился к Благословенному, «Учитель, для Благословенного нет более ничего, что нужно было бы сделать. Я вернусь в эту манговую рощу для приложения стараний в медитации. Поскольку ты говоришь о старании, Микхея, что я могу тебе сказать? Можешь отправляться, когда сочтешь нужным». И тогда достопочтенный Микхея поднялся со своего сиденья, поклонился благословенному, обошел его с правой стороны и отправился в манговую рощу. Он вошел в нее и сел под неким деревом, чтобы провести здесь остаток дня. И тогда, по мере того, как достопочтенный Микхея пребывал в этой манговой роще, три вида плохих, неблагих мыслей часто приходили к нему, чувственные мысли, недоброжелательные мысли, мысли о причинении вреда. И тогда он подумал, воистину удивительно и поразительно. «Я отправился в бездомную жизнь, покинув жизнь домохозяйскую благодаря вере, и все равно меня преследуют эти три вида мыслей, чувственные мысли, недоброжелательные мысли, мысли о причинении вреда. И тогда достопочтенный Микхия отправился к благословенному, поклонился ему, сел рядом и сказал, «Вот же как, учитель, по мере того, как я пребывал в этой манговой роще, три вида плохих, неблагих мыслей часто приходили ко мне, чувственные мысли, недоброжелательные мысли, мысли о причинении вреда. И тогда я подумал, воистину удивительно и поразительно. Я отправился в бездомную жизнь, покинув жизнь домохозяйскую благодаря вере, и все равно меня преследуют эти три вида мыслей, чувственные мысли, недоброжелательные мысли, мысли о причинении вреда. Микхия, когда освобождение ума не созрело, один, пять вещей ведут к его созреванию. Какие пять? Один, вот, Микхия, у монаха хорошие друзья, хорошие спутники, хорошие товарищи. Когда освобождение ума не созрело, такова первая вещь, которая ведет к его созреванию. Два, далее, монах нравственен. Он пребывает, обуздывая себя потимокхой, обладая хорошим поведением и подобающими средствами, видя опасность в мельчайших проступках. Возложив на себя правила тренировки, он тренируется в них. Когда освобождение ума не созрело, такова вторая вещь, которая ведет к его созреванию. Три, далее, монах слушает по желанию, без сложностей и проблем, беседу, связанную с отшельнической жизнью, которая ведет к раскрытию сердца, то есть, беседу о малом количестве желаний, о довольствовании тем, что есть, об уединении, об отсутствии связанности с другими, о зарождении усердия, о нравственном поведении, о сосредоточении, о мудрости, об освобождении, о знании видения и освобождения. Когда освобождение ума не созрело, такова третья вещь, которая ведет к его созреванию. Четыре, далее, монах зародил усилия к оставлению неблагих качеств и обретению благих качеств. В этом он силен, упорен в старании, не откладывает своей обязанности развивать благие качества. Когда освобождение ума не созрело, такова четвертая вещь, которая ведет к его созреванию. Пять, далее, монах мудр. Он обладает мудростью, которая различает происхождение и исчезновение, благородной, проницательной, ведущей к полному уничтожению страданий. Когда освобождение ума не созрело, такова пятая вещь, которая ведет к его созреванию. Когда, Медхия, у монаха есть хорошие друзья, хорошие спутники, хорошие товарищи, то можно ожидать, что он будет нравственным, тем, кто пребывает, обуздывая себя по Тимокхой, обладает хорошим поведением и подобающими средствами, видит опасность в мельчайших проступках. Возложив на себя правила тренировки, он будет тренироваться в них. Когда у монаха есть хорошие друзья, хорошие спутники, хорошие товарищи, то можно ожидать, что он станет слушать по желанию, без сложности и проблем, беседу, связанную с отшельнической жизнью. Когда у монаха есть хорошие друзья, хорошие спутники, хорошие товарищи, то можно ожидать, что он зародит усилие к оставлению неблагих качеств. Когда у монаха есть хорошие друзья, хорошие спутники, хорошие товарищи, то можно ожидать, что он будет мудрым, будет обладать мудростью, которая различает происхождение и исчезновение, благородной, проницательной, ведущий к полному уничтожению страданий. Утвердившись в этих пяти вещах, далее монаху следует развивать другие четыре вещи. Какие четыре? 6. Восприятие непривлекательности должно быть развито, чтобы оставить жажду. 7. Доброжелательность должна быть развита, чтобы отбросить злобу. 8. Осознанность к дыханию должна быть развита, чтобы отсечь мысли. 9. Восприятие непостоянства должно быть развито, чтобы устранить самомнение «Я». Когда человек воспринимает непостоянство, то в нем утверждается восприятие безличности. Тот, кто воспринимает безличностность, тот искореняет самомнение «Я», что и есть Нигбана в этой самой жизни. 1. Примечание переводчика СВ, судя по всему, речь идет о временном освобождении ума, который в суттах объясняется как достижение джханы, смотри, например, СН 4.23. В Айн 10.99 Будда утверждает, что тому, кто не достигает джханы, не следует затворяться в лесах и рощах для практики медитации, так как это может привести к неблагоприятным последствиям, и объясняет предварительные этапы практики, которые нужно тщательно освоить, чтобы ум смог легко входить в джхану. Похожая ситуация происходит и в этой сутте, Айн 9.3 Будда весьма неохотно дает разрешение достопочтенному Микхе отправиться в затворничество для приложения стараний в медитации, так как, вероятно, видит, что того в результате охватит жажда и злоба. Когда впоследствии так и происходит, Будда указывает на необходимость осуществления предварительных этапов практики, а также подчеркивает важность пребывания в Сангхе с хорошими друзьями, монахами. Такой же совет он дает и в конце Айн 10.99 Монахы упали, когда предписывает ему оставаться в Сангхе, где он будет чувствовать себя спокойно. Нандака сутта, Нандака Айн 9.4 Однажды Благословенный пребывал в Савайтхе в роще джеты в монастыре Анатхай Пиндике. И тогда достопочтенный Нандака наставлял, воодушевлял, вдохновлял и радовал монахов беседой Атхами в зале для собраний. И тогда, вечером, Благословенный вышел из затворничества и отправился в зал для собраний. Он стоял снаружи у двери и ждал, пока беседа закончится. Когда он понял, что беседа завершилась, он прокашлялся и постучал. Монахи открыли ему дверь. Благословенный вошел в зал для собраний, сел на подготовленное сидение и обратился к достопочтенному Нандаке. Ты дал монахам длинное изложение Атхаммы. Моя спина заболела, пока я стоял снаружи у двери и ждал окончания беседы. Когда так было сказано, достопочтенный Нандака, смутившись, обратился к благословенному. Учитель, я не знал, что благословенный стоит снаружи за дверью. Если бы я знал, я бы не говорил так много. И тогда благословенный, увидев смущение достопочтенного Нандаке, сказал ему, хорошо, хорошо, Нандака. Подобает таким как ты, тем, кто благодаря вере покинул жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной, сидеть вместе ради ведения беседы Атхамме. Когда вы собираетесь, Нандака, то вам следует осуществлять одну из этих двух вещей, либо беседовать Атхамме, либо пребывать в благородной тишине. 1. Нандака, монах может обладать верой, но он безнравственен. Таким образом, он неполноценен в отношении этого фактора. Ему следует исполнить этот фактор с помощью такого рассуждения, как мне обладать верой, но также быть нравственным. Но когда монах обладает верой, а также он нравственный, то в этом случае он полноценен в отношении этого фактора. 2. Монах может обладать верой и быть нравственным, но не обретать внутреннего успокоения ума. Таким образом, он неполноценен в отношении этого фактора. Ему следует исполнить этот фактор с помощью такого рассуждения, как мне обладать верой и быть нравственным, но также обретать внутреннее успокоение ума. Но когда монах обладает верой, когда он нравственный, а также обретает внутреннее успокоение ума, то в этом случае он полноценен в отношении этого фактора. 3. Монах может обладать верой и быть нравственным, может обретать внутреннее успокоение ума, но не обретать высшей мудрости прозрения в феномены. Таким образом, он неполноценен в отношении этого фактора. Подобно тому, как четвероногое животное с одной хромой или увеченной ногой было бы неполноценным в плане этой части тела, то точно так же, когда монах обладает верой, когда он нравственный, обретает внутреннее успокоение ума, но не обретает высшей мудрости прозрения в феномены, то он неполноценен в отношении этого фактора. Ему следует исполнить этот фактор с помощью такого рассуждения, как мне обладать верой и быть нравственным, обретает внутреннее успокоение ума и высшую мудрость прозрения в феномены? 4. Но когда монах обладает верой, когда он нравственный, обретает внутреннее успокоение ума и высшую мудрость прозрения в феномены, то в этом случае он полноценен в отношении этого фактора. Так сказал Благословенный. Сказав так, счастливый поднялся со своего сиденья и ушел в свою хижину. И затем, вскоре после того, как Благословенный ушел, достопочтенный Нандака обратился к монахам, только что, друзья, перед тем, как он поднялся со своего сиденья и ушел в свою хижину, Благословенный раскрыл в совершенстве полную чистую святую жизнь в четырех аспектах, Нандака, монах может обладать верой, но он безнравственен. 1. Обретает внутреннее успокоение ума и высшую мудрость прозрения в феномены, то в этом случае он полноценен в отношении этого фактора. Существует, друзья, 5 преимуществ в своевременном слушании Дхаммы, в своевременном обсуждении Дхаммы. Какие 5? 5. Вот, друзья, монах обучает монахов Дхамме, которые прекрасны в начале, прекрасны в середине и прекрасны в конце, правильные в духе и в букве, провозглашающие идеально полную чистую святую жизнь. Каким бы образом монах не обучал монахов Дхамме, которые прекрасны. Именно тем самым образом учитель становится ему милым и приятным, уважаемым и почитаемым им. Таково первое преимущество своевременного слушания Дхаммы, своевременного обсуждения Дхаммы. 6. Далее, монах обучает монахов Дхамме, которые прекрасны. Каким бы образом монах не обучал монахов Дхамме, которые прекрасны. Именно тем самым образом в отношении этой Дхаммы он черпает и переживает вдохновение в значении вдохновения в Дхамме. Таково второе преимущество своевременного слушания Дхаммы, своевременного обсуждения Дхаммы. 7. Далее, монах обучает монахов Дхамме, которые прекрасны. Каким бы образом монах не обучал монаха в Дхамме, которая прекрасна. Именно тем самым образом он видит в этой Дхамме глубокие и емкие аспекты после тщательного проникновения в нее мудростью. Таково третье преимущество своевременного слушания Дхаммы, своевременного обсуждения Дхаммы. 8. Далее, монах обучает монаха в Дхамме, которая прекрасна. Каким бы образом монах не обучал монаха в Дхамме, которая прекрасна. Именно тем самым образом его товарищи монахи ценят его еще больше, в самом деле, этот достопочтенный достиг или достигнет плодов практики. Таково четвертое преимущество своевременного слушания Дхаммы, своевременного обсуждения Дхаммы. Далее, монах обучает монахов Дхамме, которые прекрасны в начале, прекрасны в середине и прекрасны в конце, правильные в духе и в букве, провозглашающие идеально полную чистую святую жизнь. Каким бы образом монах не обучал монахов Дхамме, которые прекрасны в начале, прекрасны в середине и прекрасны в конце, правильные в духе и в букве, провозглашающие идеально полную чистую святую жизнь, слушая такую Дхамму, те монахи, которые еще ученики, не достигшие идеала своего ума, которые пребывают в стремлении к непревзойденной защите от подневольности, зарождают усердие к достижению еще недостигнутого, к обретению еще необретенного, к осуществлению еще неосуществленного. Но, услышав эту Дхамму, те монахи, которые араханты, чьи пятна умственных загрязнений уничтожены, которые прожили святую жизнь, сделали то, что следовало сделать, сбросили тяжкий груз, достигли своей цели, полностью уничтожили путы существования и всецело освободились посредством окончательного знания, просто предаются приятному пребыванию в этой самой жизни. Таково пятое преимущество своевременного слушания Дхаммы, своевременного обсуждения Дхаммы. Таковы пять преимуществ в своевременном слушании Дхаммы, в своевременном обсуждении Дхаммы. 1. Повторяются все эти четыре пункта целиком. Бала сутта, силы. АН 9.5. Благословенный сказал, монахи, есть эти четыре силы. Какие четыре? Сила мудрости, сила усердия, сила безукоризненности, сила поддержания благоприятных отношений. 1. И что такое, монахи, сила мудрости? Вот человек четко увидел и следовал мудростью те качества, которые неблагие считаются неблагими, те, которые благие считаются благими, те, которые порицаемые считаются порицаемыми, те, которые безукоризненные считаются безукоризненными, те, которые темные считаются темными, те, которые яркие считаются яркими, те, которые не стоит взращивать, и считаются теми, которые не стоит взращивать, те, которые стоит взращивать, и считаются теми, которые стоит взращивать, те, которые недостойны благородных, и считаются недостойными благородных, те, которые достойны благородных, и считаются достойными благородных. Это называется силой мудрости. 2. И что такое сила усердия? Вот человек порождает желание к оставлению тех качеств, которые неблагие и считаются неблагими, тех, которые порицаемые и считаются порицаемыми, тех, которые темные и считаются темными, тех, которые не стоит взращивать, и считаются теми, которые не стоит взращивать, тех, которые недостойны благородных, и считаются недостойными благородных. Он прилагает усилий, порождает усердие, направляет на это ум, старается. Он порождает желание к обретению тех качеств, которые благие считаются благими, считаются достойными благородных. Он прилагает усилий, порождает усердие, направляет на это ум, старается. Это называется силой усердия. 3. И что такое сила безукоризненности? Вот ученик благородных пускается в безукоризненное телесное, словесное и умственное действие. Это называется сила безукоризненности. 4. И что такое сила поддержания благоприятных отношений? Есть четыре средства для поддержания благоприятных отношений – дарение, приятная речь, благодетельное поведение, равностность. Самый лучший среди даров – это дар Дхаммы. Самое лучшее среди приятной речи – постоянное обучение Дхамме того, кто в ней заинтересован и охотно склоняет к ней уха. Самое лучшее среди благодетельного поведения – когда кто-либо поощряет, утверждает, укореняя человека без веры в достижении веры, безнравственного – в достижении нравственности, скупого – в достижении щедрости, немудрого – в достижении мудрости. Среди различных видов равностности лучший – равенство вступившего в поток вступившему в поток, равенство однажды возвращающегося однажды возвращающемуся, равенство невозвращающегося невозвращающемуся, равенство араханта араханту. 1. Это называется силой поддержания благоприятных отношений. Таковы, монахи, четыре силы. Когда ученик благородных обладает этими четырьмя силами, то он преодолел пять видов боязни. Какие пять? 5. Боязнь потерять средства к жизни. 6. Боязнь сомнительной репутации. 7. Боязнь застенчивости выступления или присутствия на собраниях. 8. Боязнь смерти. 9. Боязнь плохого удела после смерти. Ученик благородных рассуждает так, я не боюсь чего-либо в отношении средств к жизни. Почему я должен бояться чего-либо в отношении моих средств к жизни? У меня есть четыре силы. Сила мудрости, сила усердия, сила безукоризненности, сила поддержания благоприятных отношений. Немудрый человек мог бы бояться чего-либо в отношении средств к жизни. Ленивый человек мог бы бояться чего-либо в отношении средств к жизни. Тот, кто пускается в заслуживающее порицание телесной, словесной, умственное действие, мог бы бояться чего-либо в отношении средств к жизни. Тот, кто не поддерживает благоприятные отношения мог бы бояться чего-либо в отношении средств к жизни. Я не боюсь сомнительной репутации. Я не боюсь застенчивости на собраниях. Я не боюсь смерти. Я не боюсь плохого удела после смерти. Почему я должен бояться плохого удела? У меня есть четыре силы. Сила мудрости, сила усердия, сила безукоризненности, сила поддержания благоприятных отношений. Немудрый человек мог бы бояться плохого удела. Ленивый человек мог бы бояться плохого удела. Тот, кто пускается в заслуживающее порицание телесное, словесное, умственное действие, мог бы бояться плохого удела. Тот, кто не поддерживает благоприятные отношения, мог бы бояться плохого удела. Когда ученик благородных обладает этими четырьмя силами, он преодолел эти пять видов боязни. Один, слово «равностность», «самонаттата», в плане поведения означает, что человек относится к другим объективно, без предвзятости. Не совсем понятно, почему здесь используется именно оно. Здесь оно используется для объяснения того, что каждый ученик благородных определенного уровня равен ученику благородных такого же уровня. Сивана сутта «Общение» АН 9.6. Там Достопочтенный Сарипутта обратился к монахам, друзья-монахи. Друг. Отвечали те монахи. Достопочтенный Сарипутта сказал, друзья, следует понимать, что люди двояки, те, с которыми можно общаться, и те, с которыми нельзя. Следует понимать, что одеяния также двояки, те, которыми можно воспользоваться, и те, которыми нельзя. Следует понимать, что еда, полученная как подаяние, также двояка, та, которой можно воспользоваться, и та, которой нельзя. Следует понимать, что жилища также двояки, те, которыми можно воспользоваться, и те, которыми нельзя. Следует понимать, что деревни или города также двояки, те, которые можно посещать, и те, которые нельзя посещать. Следует понимать, что и страны и регионы также двояки, те, которые можно посещать, и те, которые нельзя посещать. Один, когда так было сказано, друзья, следует понимать, что люди двояки, те, с которыми можно общаться, и те, с которыми нельзя, то почему так было сказано? Если кто-либо знает о человеке, когда я общаюсь с этим человеком, то неблагие качества увеличиваются во мне, благие качества уменьшаются. А также четыре необходимых вещи для монашеской жизни – одеяние, еда, кров, лекарства и обеспечения для больных монахов – обретаются с трудом. А также цель отшельнической жизни, ради которой я ушел из домохозяйской жизни в жизнь бездомную, не достигает во мне совершенства за счет развития, то тогда ему следует покинуть этого человека в любое время дня или ночи, даже предварительно не уведомив его об этом. Ему не стоит следовать за этим человеком. 2. Если кто-либо знает о человеке, когда я общаюсь с этим человеком, то неблагие качества увеличиваются во мне, благие качества уменьшаются. Однако четыре необходимых вещи для монашеской жизни – одеяние, еда, кров, лекарства и обеспечения для больных монахов – обретаются без сложностей и проблем, но все равно цель отшельнической жизни, ради которой я ушел из домохозяйской жизни в жизнь бездомную, не достигает во мне совершенства за счет развития, то тогда ему следует усмотрительно покинуть этого человека после уведомления его об этом. 1. Ему не стоит следовать за этим человеком. 3. Если кто-либо знает о человеке, когда я общаюсь с этим человеком, то неблагие качества уменьшаются во мне, благие качества увеличиваются. Однако четыре необходимых вещи для монашеской жизни – одеяние, еда, кров, лекарства и обеспечения для больных монахов – обретаются с трудом, но все же цель отшельнической жизни, ради которой я ушел из домохозяйской жизни в жизнь бездомную, достигает во мне совершенства за счет развития, то тогда ему следует усмотрительно продолжать следовать за этим человеком. Ему не стоит покидать его. 4. Если кто-либо знает о человеке, когда я общаюсь с этим человеком, то неблагие качества уменьшаются во мне, благие качества увеличиваются. А также четыре необходимых вещи для монашеской жизни – одеяние, еда, кров, лекарства и обеспечения для больных монахов – обретаются без сложностей и проблем, а также цель отшельнической жизни, ради которой я ушел из домохозяйской жизни в жизнь бездомную, достигает во мне совершенства за счет развития, то тогда ему надлежит следовать за этим человеком в течение всей своей жизни. Ему не следует покидать его, даже если его прогнали. 2. Когда так было сказано, друзья, следует понимать, что люди двояки – те, с которыми можно общаться, и те, с которыми нельзя, то вот почему так было сказано. 5. Когда так было сказано, следует понимать, друзья, что одеяния двояки – те, которыми можно воспользоваться, и те, которыми нельзя, то почему так было сказано? Если кто-либо знает об одеянии, когда я использую это одеяние, то неблагие качества увеличиваются во мне, благие качества уменьшаются. то тогда ему не следует использовать такое одеяние. Но если он знает об одеянии, когда я использую это одеяние, то благие качества увеличиваются во мне, неблагие качества уменьшаются, то тогда ему следует использовать такое одеяние. Когда так было сказано, следует понимать, друзья, что одеяния двояки, те, которыми можно воспользоваться, и те, которыми нельзя, то вот почему так было сказано. 6. Когда так было сказано, следует понимать, друзья, я, что еда, полученная как подаяние, двояка, та, которой можно воспользоваться, и та, которой нельзя, то почему так было сказано? Если кто-либо знает о еде, когда я использую эту еду, то неблагие качества увеличиваются во мне, благие качества уменьшаются, то тогда ему не следует использовать такую еду. Но если он знает о еде, когда я использую эту еду, то благие качества увеличиваются во мне, неблагие качества уменьшаются, то тогда ему следует использовать такую еду. Когда так было сказано, следует понимать, друзья, что еда, полученная как подаяние, двояка, та, которой можно воспользоваться, и та, которой нельзя, то вот почему так было сказано. 7. Когда так было сказано, следует понимать, друзья, что жилища двояки, те, которыми можно воспользоваться, и те, которыми нельзя, то почему так было сказано? Если кто-либо знает о жилище, когда я использую это жилище, то неблагие качества увеличиваются во мне, благие качества уменьшаются, то тогда ему не следует использовать такое жилище. Но если он знает о жилище, когда я использую это жилище, то благие качества увеличиваются во мне, неблагие качества уменьшаются, то тогда ему следует использовать такое жилище. Когда так было сказано, следует понимать, друзья, что жилища двояки, те, которыми можно воспользоваться, и те, которыми нельзя, то вот почему так было сказано. 8. Когда так было сказано, следует понимать, друзья, что деревни или города двояки, те, которые можно посещать, и те, которые нельзя посещать, то почему так было сказано? Если кто-либо знает о деревне или городе, когда я посещаю эту деревню или город, то неблагие качества увеличиваются во мне, благие качества уменьшаются, то тогда ему не следует посещать такую деревню или город. Но если он знает о деревне или городе, когда я посещаю эту деревню или город, то благие качества увеличиваются во мне, а неблагие качества уменьшаются, то тогда ему следует посещать такую деревню или город. Когда так было сказано, следует понимать, друзья, что деревни или города двояки, те, которые можно посещать, и те, которые нельзя посещать, то вот почему так было сказано. 9. Когда так было сказано, следует понимать, друзья, что страны и регионы двояки, те, которые можно посещать, и те, которые нельзя посещать, то почему так было сказано? Если кто-либо знает о стране или регионе, когда я посещаю эту страну или регион, то неблагие качества увеличиваются во мне, благие качества уменьшаются, то тогда ему не следует посещать такую страну или регион. Но если он знает о стране или регионе, когда я посещаю эту страну или регион, то благие качества увеличиваются во мне, а неблагие качества уменьшаются, то тогда ему следует посещать такую страну или регион. Когда так было сказано, следует понимать, друзья, что страны и регионы двояки, те, которые можно посещать, и те, которые нельзя посещать, то вот почему так было сказано. 1. Подразумевается, что с наставником необходимо попрощаться, так как он был достаточно добр, чтобы обеспечить четыре монашеские необходимости. 2. Примечание переводчика С.В. Речь, разумеется, идет не о наставнике, а об ученике. Сутава Сута, Сутава. А.Н. 9.7. Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в Раджагахе на горе Утес Ястребов. И тогда странник Сутава подошел к Благословенному и обменялся с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями он сел рядом и сказал Благословенному, господин, однажды Благословенный пребывал здесь, в Раджагахе, в горной крепости. 1. И тогда, в присутствии Благословенного, я услышал и узнал вот о чем, Сутава, монах, который Арахант, чьи пятна умственных загрязнений уничтожены, который прожил святую жизнь, сделал то, что следовало сделать, сбросил тяжкий груз, достиг своей цели, полностью уничтожил путы существования и всецело освободил. Он освободился посредством окончательного знания, не способен на проступок в пяти случаях. Он не способен намеренно лишить жизни живое существо. Он не способен подобно вору взять то, что ему не было дано. Он не способен вступить в половую связь. Он не способен намеренно сказать неправду. Он не способен копить вещи, чтобы наслаждаться чувственными удовольствиями, как он делал прежде, когда был мирянином. Господин, правильно ли я услышал это от Благословенного? Правильно ли ухватил это? Правильно ли был внимателен к этому? Правильно ли запомнил это? Да, Сутава, ты услышал это правильно, правильно ухватил это, правильно был внимателен к этому, правильно запомнил это. Как в прошлом, так и сейчас, я утверждаю так, монах, который Арахант, не способен на проступок в девяти случаях. Один, он не способен намеренно лишить жизни живое существо. Два, он не способен подобно вору взять то, что ему не было дано. Три, он не способен вступить в половую связь. Четыре, он не способен намеренно сказать неправду. Пять, он не способен копить вещи, чтобы наслаждаться чувственными удовольствиями, как он делал прежде, когда был мирянином. Шесть, он не способен отвергать Будду. Семь, он не способен отвергать Дхамму. Восемь, он не способен отвергать Сангху. Девять, он не способен отвергать монашескую тренировку. Два, как в прошлом, так и сейчас, Сутава, я утверждаю так, монах, который Арахант, не способен на проступок в этих девяти случаях. Один, Раджагаха называлась так, поскольку была окружена пятью холмами. Два, имеется в виду, что он не может уйти из монашества и стать мирянином. Саджха сутта, Саджха. АН 9.8. Сутта идентична предыдущей АН 9.7, но здесь Будда беседует со странником по имени Саджха, а также меняются последние четыре пункта. Шесть, он не способен вступить на неправильный курс из-за жажды. Семь, он не способен вступить на неправильный курс из-за злобы. Восемь, он не способен вступить на неправильный курс из-за заблуждения. Девять, он не способен вступить на неправильный курс из-за страха. Пугала сутта, личности. АН 9.9. Благословенный сказал, монахи, есть девять типов личностей, существующих в мире. Какие девять? Ахуния сутта, достойный даров. АМ 9.10. Благословенный сказал, монахи, эти девять личностей достойны даров, достойны гостеприимства, достойны подношений, достойны почтительного приветствия, непревзойденное поле заслуг для мира. Какие девять? 1. Арахант. 2. Тот, кто практикует путь для достижения арахантства. 3. Невозвращающийся. 4. Тот, кто практикует путь для осуществления плода невозвращения. 5. Однажды возвращающийся. 6. Тот, кто практикует путь для осуществления плода однажды возвращения. 7. Вступивший в поток. 8. Тот, кто практикует путь для осуществления плода вступления в поток. 9. Представитель клана. 1. Таковы девять типов личностей, существующих в мире. 1. Смотри примечание Каэн 10.16 Сиханада сутта, Львиный Рык. Аэн 9.11 Однажды Благословенный пребывал в Саваттхе в роще Джеты в монастыре Анатхайпиндике. И тогда достопочтенный Сарипутта подошел к Благословенному, поклонился ему, сел рядом и сказал, «Учитель, я завершил проведение сезона дождей в Саваттхе. Я хотел бы отправиться в странствие по округе. Можешь отправляться, когда сочтешь нужным, Сарипутта». И тогда достопочтенный Сарипутта поднялся со своего сиденья, поклонился Благословенному и ушел, обойдя его с правой стороны. И вскоре после того, как достопочтенный Сарипутта ушел, некий монах сказал Благословенному, «Учитель, достопочтенный Сарипутта ударил меня и отправился странствовать, так и не извинившись. 1. Тогда Благословенный обратился к некоему монаху, «Иди же, монах, и от моего имени позови Сарипутту так, учитель зовет тебя, друг Сарипутта». «Да, учитель», — ответил монах. Затем он отправился к достопочтенному Сарипутте и сказал, «Учитель зовет тебя, друг Сарипутта». «Да, друг», — ответил достопочтенный Сарипутта. И в то время достопочтенный Махамагалан и достопочтенный Ананда взяли ключ и ходили от хижины к хижине, вызывая, «Выходите, почтенные! Выходите, почтенные!» Сейчас достопочтенный Сарипутта прорычит своим львиным рыком в присутствии Благословенного. И тогда достопочтенный Сарипутта подошел к Благословенному, поклонился ему и сел рядом. Благословенный сказал ему, «Сарипутта, один из твоих товарищей монахов подал жалобу на тебя, сказав, «Учитель, достопочтенный Сарипутта ударил меня и отправился странствовать, так и не извинившись. Один, учитель, тот, кто не утвердил осознанность, направленную к телу в отношении своего собственного тела, может ударить товарища монаха, а затем отправиться в странствие, так и не извинившись. Подобно тому, как на землю выбрасываю чистые и грязные вещи, фекалии, мочу, плевки, гной и кровь, и все же земля не чувствует отторжения, унижения, отвращения из-за этого, то точно так же я, учитель, пребываю с умом, подобным земле, обширным, возвышенным, безмерным, без неприязни и недоброжелательности. Два, учитель, тот, кто не утвердил осознанность. Подобно тому, как в воде отмываю чистые и грязные вещи, фекалии, мочу, плевки, гной и кровь, и все же вода не чувствует отторжения, унижения, отвращения из-за этого, то точно так же я, учитель, пребываю с умом, подобным воде, обширным, возвышенным, безмерным, без неприязни и недоброжелательности. Два, учитель, тот, кто не утвердил осознанность. Подобно тому, как огонь сжигает чистые и грязные вещи, фекалии, мочу, плевки, гной и кровь, и все же огонь не чувствует отторжения, унижения, отвращения из-за этого, то точно так же я, учитель, пребываю с умом, подобным огню, обширным, возвышенным, безмерным, без неприязни и недоброжелательности. Два, учитель, тот, кто не утвердил осознанность. Подобно тому, как воздух обдувает чистые и грязные вещи, фекалии, мочу, плевки, гной и кровь, и все же воздух не чувствует отторжения, унижения, отвращения из-за этого, то точно так же я, учитель, пребываю с умом, подобным воздуху, обширным, возвышенным, безмерным, без неприязни и недоброжелательности. Два, учитель, тот, кто не утвердил осознанность. Подобно тому, как щетка выметает чистые и грязные вещи, фекалии, мочу, плевки, гной и кровь, и все же щетка не чувствует отторжения, унижения, отвращения из-за этого, то точно так же я, учитель, пребываю с умом, подобным щетке, обширным, возвышенным, безмерным, без неприязни и недоброжелательности. Шесть, учитель, тот, кто не утвердил осознанность. Подобно тому, как девочка или мальчик из неприкасаемых, одетый в обноски, держащий сосуд, входит в деревню или в город со смиренным умом, то точно так же я, учитель, пребываю с умом, подобным мальчику из неприкасаемых, обширным, возвышенным, безмерным, без неприязни и недоброжелательности. Семь, учитель, тот, кто не утвердил осознанность. Подобно быку с отпиленными рогами, смиренному, хорошо укращенному и хорошо натренированному, что ходит от улицы к улице, от площади к площади, никого не раня копытами или рогами, то точно так же я, учитель, пребываю с умом, подобным быку с отпиленными рогами, обширным, возвышенным, безмерным, без неприязни и недоброжелательности. Восемь, учитель, тот, кто не утвердил осознанность. Подобно тому, как девушка или юноша, молодой, юный, довольствующийся украшениями, с вымытой головой, почувствовал бы отторжение, унижение, отвращение, если бы труп змеи, собаки или человека повесили бы ему на шею, то точно так же я, учитель, чувствую отторжение, унижение, отвращение к этому самому омерзительному телу. Девять, учитель, тот, кто не утвердил осознанность, направленную к телу в отношении своего собственного тела, может ударить товарища монаха, а затем отправиться в странствие, так и не извинившись. Подобно тому, как если бы человек нес потрескавшуюся, все в отверстиях, чашу с жидким жиром, который бы сочился и капал из нее, то точно так же я, учитель, ношу это потрескавшееся, все в отверстиях, тело, которое сочится и капает. Учитель, тот, кто не утвердил осознанность, направленную к телу в отношении своего собственного тела, может ударить товарища монаха, а затем отправиться в странствие, так и не извинившись. И тогда тот монах поднялся со своего сиденья, закинул верхнее одеяние за плечо, упал в ноги благословенному и сказал благословенному, учитель, я совершил проступок, что столь глупо, столь неразумно, столь неумело оклевитал достопочтенного сарепутту на ложных, ошибочных, беспочвенных основаниях. Учитель, пусть благословенный простит меня за мой проступок, который я теперь увидел как проступок, чтобы впредь я себя сдерживал в этом. Вне сомнений, монах, ты совершил проступок в том, что ты столь глупо, столь неразумно, столь неумело оклевитал достопочтенного Сарипутту на ложных, ошибочных, беспочвенных основаниях. Но поскольку ты видишь свой проступок как проступок и исправляешь его в соответствии с Дхаммой, мы прощаем тебя за это. Поскольку это является ростом в учении благородных, когда кто-либо видит проступок как проступок и исправляет его в соответствии с Дхаммой, предпринимая воздержание от совершения подобного в будущем. Затем благословенный обратился к достопочтенному Сарипутте, Сарипутта, простее того пустого человека, прежде чем его голова расколется на семь частей прямо на этом самом месте. Я прощу этого достопочтенного, учитель, если этот достопочтенный скажет мне, и пусть достопочтенный простит меня. 2. 1. Комментарий поясняет, что когда достопочтенный Сарипутта встал и ушел, он задел краем своего одеяния одного монаха. Монах разозлился, и когда увидел, что достопочтенный Сарипутта отправляется в странстве с большой группой монахов, ему стало завидно, и он решил воспрепятствовать этому, пожаловавшись Будде. 2. Комментарий трактует это предложение, как то, что Сарипутта просит монаха также простить его. Однако, по мнению достопочтенного Бодхи, Сарипутта говорит лишь о том, что сможет простить монаха, только если тот лично попросит его об этом, лично обратиться к нему с просьбой о прощении, поскольку до этого момента монах извинился только перед Буддой, но не перед Сарипуттой. Саупадисиса сутта, с остатком. А.Н. 9.12. Однажды благословенный пребывал в Саваттхе в роще Джеты в монастыре Анатхайпиндике. И тогда, утром, достопочтенный Сарипутта оделся, взял чашу и одеяние и вошел в Саваттхе собирать подаяния. И тогда мысль пришла к нему, слишком рано ходить по Саваттхе в поисках подаяний. Что если я отправлюсь в парк странников-приверженцев других учений? И тогда достопочтенный Сарипутта отправился в парк странников-приверженцев других учений. Он обменялся с теми странниками вежливыми приветствиями и после обмена вежливыми приветствиями и любезностями сел рядом. И в то время те странники собрались вместе, и по мере того, как они сидели, следующая беседа случилась между ними. Друзья, любой, кто умирает с остатком, не освобожден от ада, от мира животных, от мира страдающих духов. Он не освобожден от состояния лишений, от плохих уделов, от нижних миров. И тогда достопочтенный Сарипутта не восхитился, не отверг утверждений тех странников, но поднялся со своего сиденья и ушел, думая, посмотрим, что благословенный скажет об этом. Затем, когда достопочтенный Сарипутта походил по Саваттхе в поисках подаяний, после принятия пищи, вернувшись с хождения за подаяниями, он отправился к благословенному, поклонился ему и сел рядом. Затем он обратился к благословенному, вот же, учитель, я утром оделся. По мере того, как они сидели, следующая беседа случилась между ними, друзья, любой, кто умирает с остатком, не освобожден от ада, от мира животных, от мира страдающих духов. Он не освобожден от состояния лишений, от плохих уделов, от нижних миров. Я не восхитился, не отверг утверждений тех странников, но поднялся со своего сиденья и ушел, думая, посмотрим, что благословенный скажет об этом. Кто они такие, Сарепута, эти глупые несведущие странники приверженцы других учений, и кто они, те, кто знают того, кто имеет остаток как имеющего остаток, и того, кто не имеет остатка как не имеющего остатка? Один. Эти девять личностей, Сарепута, умирая с остатком, освобождены от ада, от мира животных, от мира страдающих духов, освобождены от состояния лишений, от плохих уделов, от нижних миров. Какие девять? Один. Вот, Сарепута, некий человек исполняет нравственное поведение и сосредоточение, но взращивает мудрость только до некоторой степени. С полным уничтожением пяти нижних оков этот человек достигает небабаны в промежутке. Два. Такова первая личность, умирающая с остатком, которая освобождена от ада, от мира животных, от мира страдающих духов, освобождена от состояния лишений, от плохих уделов, от нижних миров. Два. Далее, некий человек исполняет нравственное поведение и сосредоточение, но взращивает мудрость только до некоторой степени. С полным уничтожением пяти нижних оков этот человек достигает небабаны по приземлении. Три. Далее, некий человек исполняет нравственное поведение и сосредоточение, но взращивает мудрость только до некоторой степени. С полным уничтожением пяти нижних оков этот человек достигает небабаны без приложения усилий. Четыре. Далее, некий человек исполняет нравственное поведение и сосредоточение, но взращивает мудрость только до некоторой степени. С полным уничтожением пяти нижних оков этот человек достигает нигбаны с приложением усилий. 5. Далее, некий человек исполняет нравственное поведение и сосредоточение, но взращивает мудрость только до некоторой степени. С полным уничтожением пяти нижних оков этот человек устремляется вверх, направляясь к высшему миру чистых обителей Аконитха. Такова пятая личность, умирающая с остатком, которая освобождена от ада, от мира животных, от мира страдающих духов, освобождена от состояния лишений, от плохих уделов, от нижних миров. 6. Далее, некий человек исполняет нравственное поведение, но взращивает сосредоточение и мудрость только до некоторой степени. С полным уничтожением трех нижних оков, а также с ослаблением жажды, злобы и заблуждения, он является однажды возвращающимся тем, кто, вернувшись назад в этот мир лишь еще один раз, положит конец страданиям. Такова шестая личность. 7. Далее, некий человек исполняет нравственное поведение, но взращивает сосредоточение и мудрость только до некоторой степени. С полным уничтожением трех нижних оков он является восходящим лишь один раз, тем, кто, переродившись еще один раз человеком, положит конец страданиям. Такова седьмая личность. 8. Далее, некий человек исполняет нравственное поведение, но взращивает сосредоточение и мудрость только до некоторой степени. С полным уничтожением трех нижних оков он является идущим из семьи в семью, тем, кто, после двух или трех странствий и скитаний по хорошим семьям положит конец страданиям. Такова восьмая личность. 9. Далее, некий человек исполняет нравственное поведение, но взращивает сосредоточение и мудрость только до некоторой степени. С полным уничтожением трех нижних оков он является достигающим за семь жизней максимум, тем, кто после максимум семи странствий и скитаний среди дыров и людей положит конец страданиям. 9. Такова девятая личность, умирающая с остатком, которая освобождена от ада, от мира животных, от мира страдающих духов, освобождена от состояния лишений, от плохих уделов, от нижних миров. 3. Кто они такие, сарепута, эти глупые несведущие странники приверженцы иных учений, и кто они, те, кто знают того, кто имеет остаток как имеющего остаток, и того, кто не имеет остатка как не имеющего остатка? Эти девять личностей, умирая с остатком, освобождены от ада, нижних миров. Сарепута, я не был предрасположен к тому, чтобы давать это изложение Дхаммы монахам, монахиням, мирянам и мирянкам. И почему? Меня беспокоило то, что, услышав это изложение Дхаммы, они могут склониться к беспечности. Однако, я рассказал это изложение Дхаммы, чтобы ответить на твой вопрос. 1. Смотри. АН-7-56, где разбирается вопрос об остатке и без остатка. 2. Смотри. АН-7-55, где объясняется этот, а также и остальные четыре вида невозвращающихся. 3. Смотри. СН-48-24, где все эти личности классифицируются по степени развитости пяти качеств. Каттхита сутта, Каттхита. АН-9-13. И тогда достопочтенный Махакуттхита подошел к достопочтенному Сарипутте и обменялся с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями он сел рядом и сказал достопочтенному Сарипутте, 1. Так как же, друг Сарипутта, с этой лицелью ведется святая жизнь под учительством благословенного, пусть Кама, результат которой должен быть пережит в этой жизни, станет Камой, результат которой я должен пережить в будущей жизни? Разумеется, нет, друг. 2. Так значит, друг Сарипутта, с этой лицелью ведется святая жизнь под учительством благословенного, пусть Кама, результат которой должен быть пережит в будущей жизни, станет Камой, результат которой я должен пережить в этой жизни? 3. Так как же, друг Сарипутта, с этой лицелью ведется святая жизнь под учительством благословенного, пусть Кама, результат которой должен быть пережит как приятный, станет Камой, результат которой я должен пережить как болезненный? 4. Так значит, друг Сарипута, с этой целью ведется святая жизнь под учительством благословенного, пусть Кама, результат который должен быть пережит как болезненный, станет Камой, результат который я должен пережить как приятный. 5. Так как же, друг Сарипута, с этой целью ведется святая жизнь под учительством благословенного, пусть Кама, результат который должен быть пережит, как только он созрел, станет Камой, результат который я должен пережить, пока он еще не созрел. 6. Так значит, друг Сарипута, с этой целью ведется святая жизнь под учительством благословенного, пусть Кама, результат которой должен быть пережит, пока он еще не созрел, станет Камой, результат которой я должен пережить, как только он созрел. 7. Так как же, друг Сарипута, с этой целью ведется святая жизнь под учительством благословенного, пусть Кама, результат которой должен быть пережит обильно, станет Камой, результат которой я должен пережить лишь слегка. 8. Так значит, друг Сарипута, с этой целью ведется святая жизнь под учительством благословенного. Пусть Кама, результат который должен быть пережит лишь слегка, станет Камой, результат который я должен пережить обильно. 9. Так как же, друг Сарипута, с этой ли целью ведется святая жизнь под учительством благословенного, пусть Кама, результат которой должен быть пережит, станет Камой, результат которой я не должен пережить? 10. Так значит, друг Сарипута, с этой целью ведется святая жизнь под учительством благословенного, пусть Кама, результат которой не должен быть пережит, станет Камой, результат которой я должен пережить? Разумеется нет, друг Один Друг Сарипута, когда тебя спросили Так как же, друг Сарипута С этой ли целью ведется святая жизнь Под учительством благословенного Пусть Кама, результат который должен быть пережит В этой жизни, станет Камой Результат который я должен пережить В будущей жизни Ты говоришь, разумеется нет, друг А когда тебя спросили Так значит, друг Сарипута С этой целью ведется святая жизнь Под учительством благословенного Благословенного, пусть кама, результат который должен быть пережит в будущей жизни, станет камой, результат который я должен пережить в этой жизни? Ты также говоришь, разумеется нет, друг. Так значит, друг Сарипута, с этой целью ведется святая жизнь под учительством Благословенного, пусть кама, результат который не должен быть пережит, станет камой, результат который я должен пережить? Ты также говоришь, разумеется нет, друг. Так с какой же целью тогда ведется святая жизнь под учительством благословенного? Святая жизнь под учительством благословенного, друг, ведется ради знания, виденья, достижения, осуществления и проникновения в то, что не было познано, увидено, достигнуто, осуществлено и во что не было проникнуто. Но, друг, что это, что не было познано и во что не было проникнуто? Это, страдание, друг, это то, что не было познано, увидено, достигнуто, осуществлено и во что не было проникнуто. И именно ради знания, видения, достижения, осуществления и проникновения в это, ведется святая жизнь под учительством благословенного. Это – источник страдания. Это – прекращение страдания. Это – путь, ведущий к прекращению страдания, друг, это то, что не было познано, увидено, достигнуто, осуществлено и во что не было проникнуто. И именно ради знания, видения, достижения, осуществления и проникновения в это, ведется святая жизнь под учительством благословенного. Таково, друг, то, что не было познано. Именно ради знания, видения, достижения, осуществления и проникновения в это, ведется святая жизнь под учительством благословенного. Один, здесь получается десять пунктов, а не девять. Вероятно, сутта должна была быть включена в книгу десяти, но по ошибке оказалась в книге девяти. Два, повторяются все вопросы целиком. Самиттхи сутта, Самиттхи. А.Н. 9.14. И тогда Достопочтенный Самиттхи подошел к Достопочтенному Сарипутте, поклонился ему и сел рядом. Затем Достопочтенный Сарипутта обратился к нему, один, на основании чего, Самиттхи, в человеке возникают устремления, один, и мысли, на основании имени и формы, достопочтенный. Два, где они становятся разнообразными, во взаимодействии с элементами. Три, откуда они возникают? Они возникают из контакта. Четыре, где они сходятся? Они сходятся в чувстве. Пять, чем они возглавляются? Они возглавляются сосредоточением. Шесть, что ими управляет? Ими управляет осознанность. Семь, что является их надзирателем? Их надзирателем является мудрость. Восемь, что является их сердцевиной? Их сердцевиной является освобождение. Девять, где они достигают высшей точки? Они достигают высшей точки в бессмертном. Два, будучи спрошенным, на основании чего, Самиттхи, в человеке возникают устремления и мысли? Ты ответил, на основании имени и формы, достопочтенный. Где они достигают высшей точки? Ты ответил, они достигают высшей точки в бессмертном. Хорошо, хорошо, Самиттхи. Когда тебе задали эти вопросы, ты ответил хорошо, но не становись самодовольным из-за этого. 1. Устремление, санкапа, мысли, витакка. 2. На предмет пояснения этих утверждений усмотри примечание Каэн 8.83. Ганда сутта, нарыв. Аэн 9.15. Благословенный сказал, монахи, представьте, как если бы на теле был бы многолетний нарыв. У него было бы девять ран, девять естественных отверстий. 1. Все, что выливалось бы из них, было бы нечистым, зловонным, отвратительным. Любая слизь, вытекающая из них, была бы нечистой, зловонной, отвратительной. Нарыв, монахи, это обозначение этого самого тела, состоящего из четырех великих элементов, возникшей от отца и матери, выстроенной из риса и каша, подверженной непостоянству, деформации и истиранию, распаду и рассеиванию. У него девять ран, девять естественных отверстий. Все, что выливается из них, является нечистым, зловонным, отвратительным. Любая слизь, вытекающая из них, является нечистой, зловонной, отвратительной. Поэтому, монахи, утратьте очарованность, 2. Этим телом. 1. Комментарий поясняет, что такой нарыв является результатом камы, а не возникает вследствие ранений и так далее. 2. Напали, не ббида. Санния сутта, восприятие. А.Н. 9.16. Благословенный сказал, монахи, эти девять восприятий, будучи развитыми и взращенными, приносят великий плод и пользу, завершаются в бессмертном и имеют бессмертное своим завершением. Какие девять? 1. Восприятие непривлекательности, 2. Восприятие смерти, 3. Восприятие отвратительности еды, 4. Восприятие невосхищения целым миром, 5. Восприятие непостоянства, 6. Восприятие страдательности в непостоянном, 7. Восприятие безличности в страдательном, 8. Восприятие оставления, 9. Восприятие бесстрастия. Эти девять восприятий, будучи развитыми и взращенными, приносят великий плод и пользу, завершаются в бессмертном и имеют бессмертное своим завершением. Кула сутта, семьи. А.Н. 9.17. Благословенный сказал, монахи, обладающие этими девятью факторами семья, которые еще не подходили, не стоят того, чтобы к ней подходить, а если к ней подошли, то не стоит того, чтобы с ней сидеть. Какими девятью? 1. Они не встают подобающим образом. 1. 2. Они не выражают почтение подобающим образом. 2. 3. Они не предлагают сидение подобающим образом. 4. То, что у них есть, они прячут от пришедшего. 5. Даже если у них есть много, они дают мало. 6. Даже если у них есть превосходные вещи, они дают вещи, сделанные грубо. 7. Они подают непочтительно, без уважения. 8. Они не присаживаются рядом, чтобы послушать Дхамму. 9. Они не смакуют вкус слов пришедшего. Обладающие этими девятью факторами семья, которые еще не подходили, не стоят того, чтобы к ней подходить, а если к ней подошли, то не стоит того, чтобы с ней сидеть. Монахи, обладающие этими девятью факторами семья, которые еще не подходили, стоят того, чтобы к ней подходить, а если к ней подошли, то стоят того, чтобы с ней сидеть. Какими девятью? Они встают подобающим образом. Они выражают почтение подобающим образом. Они предлагают сидение подобающим образом. То, что у них есть, они не прячут от пришедшего. Если у них есть много, они дают много. Если у них есть превосходные вещи, они дают превосходные вещи. Они подают почтительно, с уважением. Они присаживаются рядом, чтобы послушать Дхаму. Они смакуют вкус слов пришедшего. Обладающая этими девятью факторами семья, которые еще не подходили, стоит того, чтобы к ней подходить, а если к ней подошли, то стоит того, чтобы с ней сидеть. 1. Комментарий поясняет, что речь идет о том, что они в знак уважения не встают со своих сидений. 2. Комментарий поясняет, что они не делают жестов в качестве почтительного приветствия. Метта сутта, доброжелательность. А.Н. 9.18. Благословенный сказал, монахи, соблюдаемые в полных девяти факторах у пасадха приносят великий плод и пользу, она истинно сверкающая и всепроникающая. И каким образом у пасадха соблюдается в полных девяти факторах, так что приносит великий плод и пользу, и что она неимоверно сверкающая и всепроникающая? 1. Вот, монахи, ученик благородных рассуждает так, покуда они живы, араханты отбрасывают и воздерживаются от уничтожения жизни. Они пребывают в сострадании ко всем живым существам, отбросив дубину и оружие, добросовестные и милосердные. Сегодня, в течение этой ночи и дня, я также отброшу и буду воздерживаться от уничтожения жизни. Я также буду пребывать в сострадании ко всем живым существам, отбросив дубину и оружие, добросовестным и милосердным. Так в этом отношении я буду подражать арахантам и буду соблюдать упасадху. Таков первый фактор, которым она, эта упасадха, обладает. Два, покуда они живы, араханты отбрасывают и воздерживаются от взятия того, что им не было дано. Они берут только то, что им дали, ожидают только того, что было дано, пребывая честными, не имея мысли о воровстве. Сегодня, в течение этой ночи и дня, я также отброшу и буду воздерживаться от взятия того, что мне не было дано. Буду пребывать честным, не имея мысли о воровстве. Так, в этом отношении я буду подражать арахантам и буду соблюдать упасадху. Таков второй фактор, которым она обладает. Три, покуда они живы, араханты отбрасывают сексуальную активность и соблюдают целомудрие, живут отдельно, воздерживаясь от половых сношений, которые привычны среди простых людей. Сегодня, в течение этой ночи и дня, я также отброшу сексуальную активность, буду жить отдельно, воздерживаясь от половых сношений, которые привычны среди простых людей. Так, в этом отношении я буду подражать арахантам и буду соблюдать упасадху. Таков третий фактор, которым она обладает. Четыре, покуда они живы, араханты отбрасывают и воздерживаются от лжи. Они говорят правду, твердо придерживаются правды. Они заслуживают доверия и надежны, не обманывают мир. Сегодня, в течение этой ночи и дня, я также отброшу и буду воздерживаться от лжи. Буду говорить правду, твердо придерживаться правды, буду заслуживать доверия, буду надежен, не буду обманывать мир. Так в этом отношении я буду подражать арахантам и буду соблюдать упасадху. Таков четвертый фактор, которым она обладает. Пять, покуда они живы, араханты отбрасывают и воздерживаются от спиртных напитков, вина, одурманирующих веществ, что являются основой для беспечности. Сегодня, в течение этой ночи и дня, я также отброшу и буду воздерживаться от спиртных напитков, вина, одурманирующих веществ, что являются основой для беспечности. Так в этом отношении я буду подражать арахантам и буду соблюдать упасадху. Таков пятый фактор, которым она обладает. Шесть, покуда они живы, араханты едят один раз в день, воздерживаются от принятия пищи ночью и в неположенном времени. Сегодня, в течение этой ночи и дня, я также буду есть один раз в день, воздерживаться от принятия пищи ночью и в неположенного времени. Так в этом отношении я буду подражать арахантам и буду соблюдать упасадху. Таков шестой фактор, которым она обладает. 7. Покуда они живы, араханты воздерживаются от танцев, пения, музыки, неуместных зрелищ, а также от украшения себя и наведения красоты посредством ношения гирлянд, применения ароматов и мазей. Сегодня, в течение этой ночи и дня, я также буду воздерживаться от танцев, пения, музыки, неуместных зрелищ, а также от украшения себя и наведения красоты посредством ношения гирлянд, применения ароматов и мазей. Так в этом отношении я буду подражать арахантам и буду соблюдать упасадху. Таков седьмой фактор, которым она обладает. 8. Покуда они живы, араханты отбрасывают и воздерживаются от использования высоких и роскошных постелей. Они ложатся на постель низкую, либо на небольшую кровать, либо на соломенную циновку. Сегодня, в течение этой ночи и дня, я также отброшу и буду воздерживаться от использования высоких и роскошных постелей. Я лягу на постель низкую, либо на небольшую кровать, либо на соломенную циновку. Так в этом отношении я буду подражать арахантам и буду соблюдать упасадху. Таков восьмой фактор, которым она обладает. 9. Вот ученик благородных пребывает, наполняя первую сторону Света умом, наполненным доброжелательностью, как и вторую сторону, третью сторону и четвертую сторону. Так, вверх, вниз, вокруг и везде во всей полноте, как к другим, так и к самому себе, он наполняет всю Вселенную умом, наделенным доброжелательностью, обильным, обширным, неизмеримым, не имеющим враждебности и недоброжелательности. Таков девятый фактор, которым она обладает. Вот каким образом, монахи, соблюдаемые в полных девяти факторах упасадха приносят великий плод и пользу, она неимоверно сверкающая и всепроникающая. Дивата сутта, Божества. А.Н. 9.19. Благословенный сказал, монахи, когда наступила глубокая ночь, группа дэвов, обладающих поразительной красотой, освящая всю рощу джеты, подошла ко мне. Они поклонились мне и встали рядом. Один, затем те дэвы сказали, в прошлом, господин, мы были людьми, и монахи подходили к нашим домам. Мы вставали в знак приветствия, но не кланились им. Не исполнив своего долга, полное сожаление и раскаяние, мы переродились в низшем классе божеств. Два, некие другие дэвы подошли ко мне и сказали, в прошлом, господин, мы были людьми, и монахи подходили к нашим домам. Мы вставали в знак приветствия, кланились им, но не предлагали им сидений. Не исполнив своего долга, полное сожаление и раскаяние, мы переродились в низшем классе божеств. 3. Некие другие дэвы подошли ко мне и сказали, в прошлом, господин, мы были людьми, и монахи подходили к нашим домам. Мы вставали в знак приветствия, кланились им, предлагали им сиденья, но не делились с ними вещами насколько были способны и могли. 4. Делились с ними вещами насколько были способны и могли, но не присаживались рядом, чтобы послушать Дхамму. 5. Присаживались рядом, чтобы послушать Дхамму, но не слушали ее, охотно склоняя к ней ухо. 6. Слушали ее, охотно склоняя к ней ухо, но, услышав, не удерживали ее в уме. 7. Удерживали ее в уме, но не изучали смысла учений, которые удержали в уме. 8. Изучали смысл учений, которые удержали в уме, но мы не поняли смысла и Дхамы и затем не практиковали в соответствии с Дхамой. Не исполнив своего долга, полное сожаление и раскаяние, мы переродились в низшем классе божеств. 9. Изучали смысл учений, которые удержали в уме, поняли смысл Дхаммы и затем практиковали в соответствии с Дхаммой. Исполнив свой долг, не имея сожаления и раскаяния, мы переродились в высшем классе божеств. Вон там, монахи, подножья деревьев. Там, пустые жилища. Медитируйте, монахи, не будьте беспечными. Не впадайте потом в сожаления, как те предыдущие божества. Вилама сутта, Вилама. АН 9.20. Однажды Благословенный пребывал в Саваттхи в роще Джеты в монастыре Анатхапиндика. И тогда домохозяин Анатхапиндика подошел к Благословенному, поклонился ему и сел рядом. Благословенный спросил его, дают ли подаяние в твоей семье, домохозяин? Подаяние дают в моей семье, господин, но они состоят из битого риса, до рисовой каши. 1. Если, домохозяин, кто-либо дает подаяние грубой или превосходной пищей, и дает без уважения, без предварительного намерения, несобственными руками, дает то, что будет выброшено, дает, не думая о будущих последствиях, 2. То когда созреет результат этого дара, ум этого человека не будет склоняться ни к наслаждению превосходной едой, ни к наслаждению превосходными средствами передвижения, ни к наслаждению всем превосходным среди пяти нити чувственных удовольствий. Помимо прочего, его дети и жены, рабы, слуги и работники не станут его слушать, не станут склонять к нему ухо, не станут направлять свои умы, чтобы понять его. И почему? Потому что таков результат действий, совершенных без уважения. 3. Если, домохозяин, кто-либо дает подаяние грубой или превосходной пищей, и дает уважительно, с предварительным намерением, собственными руками, дает то, что не будет выброшено, дает, думая о будущих последствиях, то когда созреет результат этого дара, ум этого человека будет склоняться к наслаждению превосходной едой, к наслаждению превосходными средствами передвижения, к наслаждению всем превосходным среди пяти нити чувственных удовольствий. Помимо прочего, его дети и жены, рабы, слуги и работники станут его слушать, станут склонять к нему ухо, станут направлять свои умы, чтобы понять его. И почему? Потому что таков результат действий, совершенных с уважением. В прошлом, домохозяин, жил один брахман по имени Вилама. Он раздавал такие великие дары, 1. 84 тысячи золотых чаш, наполненных серебром, 2. 84 тысячи серебряных чаш, наполненных золотом, 3. 84 тысячи бронзовых чаш, наполненных слитками, 4. 84 тысячи слонов с золотыми украшениями, золотыми знаменами, покрытые сетями из золотых нитей, 5. 84 тысячи колесниц, обитых шкурами львов, тигров, леопардов, с шафрановыми одеялами, с золотыми украшениями и золотыми знаменами, покрытые сетями из золотых нитей, 6. 84 тысячи дойных коров с привязями из джута и бронзовыми бадьями, 7. 84 тысячи див, украшенных драгоценными сергами, 8. 84 тысячи диванов, сделанных из слоновой кости, ядровой древесины, золота и серебра, что усланы покрывалами с длинным ворсом, украшены цветами, лучшими шкурами антилоп, с навесами и красными подушками по обеим сторонам, 9. 84 тысячи кости одежд из лучшего льна, лучшего шелка, лучшей шерсти, лучшего хлопка. И уж не говоря о еде, питье, закусках, обедах, тониках и напитках. Казалось, что все это льется рекой. И ты можешь подумать, домохозяин, это был кто-то иной, этот брахман Вилама, который тогда раздавал такие великие дары. Но тебе не следует так думать. Это я был брахманом Виламой, который тогда раздавал такие великие дары. И в то время, когда совершались эти подаяния, домохозяин, не было никого, кто был бы достойным подношений, никого, кто бы очистил подношений. И куда более плодотворным, чем то великое подношение, которое сделал брахман Вилама, было бы накормить одного человека, совершенного в воззрениях. 4. Еще более плодотворным, чем то великое подношение, которое сделал брахман Вилама, и чем кормление одного человека, совершенного в воззрениях, и ста человек, совершенных в воззрениях, было бы накормить одного однажды возвращающегося. Еще более плодотворным, чем то великое подношение, которое сделал брахман Вилама, и чем кормление одного. Ста человек, совершенных в воззрениях, и ста однажды возвращающихся, было бы накормить одного невозвращающегося. Еще более плодотворным, И чем кормление ста невозвращающихся, было бы накормить одного араханта, еще более плодотворным. И чем кормление ста арахантов, было бы накормить одного пачека Будду, еще более плодотворным. И чем кормление ста пачека Будд, было бы накормить одного татхагату, араханта, полностью просветленного, еще более плодотворным. И чем кормление татхагаты, араханта, полностью просветленного, было бы накормить сангху монахов, возглавляемую Буддой, Еще более плодотворным. И чем кормление Сангхи монахов, возглавляемой Буддой, было бы построить жилище и посвятить его Сангхи четырех сторон света? Еще более плодотворным. И чем постройка жилища, посвященного Сангхи четырех сторон света, было бы с верующим умом принять прибежище в Будде, в Хаме, в Сангхе? Еще более плодотворным. И чем принятие сверующим умом прибежища в Будде, Дхаме, Сангхе, было бы принятие пяти правил поведения, воздержание от уничтожения жизни, воздержание от взятия того, что не дано, воздержание от неблагого сексуального поведения, воздержание от лжи, воздержание от спиртных напитков, вина, одурманирующих веществ, что являются основой для беспечности. Еще более плодотворным, чем то великое подношение, которое сделал Брахман Вилама, и чем кормление одного человека, совершенного в воззрениях, и ста человек, совершенных в воззрениях, и одного однажды возвращающегося и ста однажды возвращающихся. И развитие доброжелательности даже на то краткое время, за которое можно лишь дернуть корову за вымя, было бы развитие восприятия непостоянства даже на то краткое время, за которое можно лишь щелкнуть пальцами. 5. 1. По мнению достопочтенного Буддхи, ситуация имеет место, когда состояние надхопиндики было сильно растрачено. 2. Примечание переводчика С.В. Вероятно, речь идет о том, что дающий не верит в закон Каммы. 3. Смотри историю Ростовщика в СН-3-20. 4. Речь идет о, как минимум, вступившем в поток. 5. Комментарий поясняет, что здесь речь идет о мощном и глубоком прозрении в непостоянство. Очевидно, аналогично следует понимать и предыдущие пункты доброжелательности. Скорее всего, в данном случае речь идет о практике Брахма Вихаружи на очень глубоком медитативном уровне. Титхана сутта «Отношения» А.Н. 9.21 Благословенный сказал, «Монахи, люди континента Ут-Таракуру превосходят божеств мира Таватимса и людей континента Джанбудипа в трех отношениях. В каких трех? 1. Они неэгористичны или несобственнические. 2. Их срок жизни постоянен. 3. Их жизненные условия исключительны. В этих трех отношениях люди Ут-Таракуру превосходят божеств Таватимса и людей Джанбудипы. В трех отношениях божества Таватимсы превосходят людей Джанбудипа и людей Уттаракуру. В каких трех? 4. В небесном сроке жизни. 5. В небесной красоте. 6. В небесном счастье. В этих трех отношениях божества Таватимсы превосходят людей Джанбудипа и людей Уттаракуру. В трех отношениях люди Джанбудипа превосходят людей Уттаракуру и божеств Таватимсы. В каких трех? 7. Они отважны. 8. Они осознанные. 9. Здесь есть житие святой жизнью. В этих трех отношениях люди Джангудипа превосходят людей Уттаракуру и божеств Туватимзы. Ассакхаунка сутта «Дикие жеребята» А.Н. 9.22 Благословенный сказал, «Монахи, я научу вас трем видам диких жеребят и трем видам личностей, которые подобны диким жеребятам, трем видам хороших лошадей и видам личностей, которые подобны хорошим лошадям, трем видам превосходных чистокровных скакунов и трем видам превосходных чистокровных личностей. Слушайте внимательно, я буду говорить». «Да, учитель», – ответили монахи. Благословенный сказал, «И каковы, монахи, три вида диких жеребят? Вот один вид дикого жеребенка обладает скоростью, но не красотой или правильными пропорциями. Другой вид дикого жеребенка обладает скоростью и красотой, но не правильными пропорциями. И еще иной вид дикого жеребенка обладает скоростью, красотой и правильными пропорциями. Таковы три вида диких жеребят. И каковы, монахи, три вида личностей, которые подобны диким жеребятам? Вот один вид личности подобен дикому жеребенку, который обладает скоростью, но не красотой или правильными пропорциями. Другой вид личности подобен дикому жеребенку, который обладает скоростью и красотой, но не правильными пропорциями. И еще иной вид личности подобен дикому жеребенку, который обладает скоростью, красотой и правильными пропорциями. Один, и каким образом, монахи, этот вид личности подобен дикому же ребенку, который обладает скоростью, но не красотой или правильными пропорциями? Вот монах понимает в соответствии с действительностью, это страдание, это источник страдания, это прекращение страдания, это путь, ведущий к прекращению страдания. Такова, я говорю вам, его скорость. Но когда ему задают вопрос, имеющий отношение к Дхамме или Винае, он колеблется и не отвечает. Таково, я говорю вам, его отсутствие красоты. И он не обретает одеяний, еды, жилищ, лекарств и обеспечения для больных монахов. Таково, я говорю вам, его отсутствие правильных пропорций. Таким образом, этот вид личности подобен дикому же ребенку, который обладает скоростью, но не красотой или правильными пропорциями. Два, и каким образом, монахи, этот вид личности подобен дикому же ребенку, который обладает скоростью, красотой, но не правильными пропорциями? Вот монах понимает в соответствии с действительностью, это страданий, это источник страдания, это прекращение страдания, это путь, ведущий к прекращению страдания. Такова, я говорю вам, его скорость. Когда ему задают вопрос, имеющий отношение к Дхамме или Винае, он отвечает и не колеблется. Такова, я говорю вам, его красота. Но он не обретает одеяний, еды, жилищ, лекарств и обеспечения для больных монахов. Таково, я говорю вам, его отсутствие правильных пропорций. Таким образом, этот вид личности подобен дикому же ребенку, который обладает скоростью, красотой, но неправильными пропорциями. 3. И каким образом, монахи, этот вид личности подобен дикому же ребенку, который обладает скоростью, красотой и правильными пропорциями? Вот монах понимает в соответствии с действительностью, это страдание, это источник страдания, это прекращение страдания, это путь, ведущий к прекращению страдания. Такова, я говорю вам, его скорость. Когда ему задают вопрос, имеющий отношение к Дхамме или Винае, он отвечает и не колеблется. Такова, я говорю вам, его красота. И он обретает одеяние, еду, жилище, лекарства и обеспечения для больных монахов. Таковы, я говорю вам, его правильные пропорции. Таким образом, этот вид личности подобен дикому жеребенку, который обладает скоростью, красотой и правильными пропорциями. Таковы три вида личностей, которые подобны диким жеребятам. И каковы, монахи, три вида хороших лошадей? Вот один вид хорошей лошади обладает скоростью, но не красотой или правильными пропорциями. Другой вид хорошей лошади обладает скоростью и красотой, но неправильными пропорциями. И еще иной вид хорошей лошади обладает скоростью, красотой и правильными пропорциями. Таковы три вида хороших лошадей. И каковы, монахи, три вида личностей, которые подобны подобных хорошим лошадям? Вот один вид личности подобен хорошей лошади, которая обладает скоростью, но не красотой или правильными пропорциями. Другой вид личности подобен хорошей лошади, которая обладает скоростью и красотой, но не правильными пропорциями. И еще иной вид личности подобен хорошей лошади, которая обладает скоростью, красотой, и правильными пропорциями. Четыре, и каким образом, монахи, этот вид личности подобен хорошей лошади, которая обладает скоростью, но не красотой или правильными пропорциями? Вот с полным уничтожением пяти нижних оков монах является тем, кто родится спонтанно в мире чистых обителей и обретет там окончательную Нейбану, никогда более не возвращаясь обратно из того мира в этот. Такова, я говорю вам, его скорость. Но когда ему задают вопрос, имеющий отношение к Дхамме или Винае, он колеблется и не отвечает. Таково, я говорю вам, его отсутствие красоты. И он не обретает одеяний, еды, жилищ, лекарств и обеспечения для больных монахов. Таково, я говорю вам, его отсутствие правильных пропорций. Таким образом, этот вид личности подобен хорошей лошади, которая обладает скоростью, но не красотой или правильными пропорциями. 5. И каким образом, монахи, этот вид личности подобен хорошей лошади, которая обладает скоростью, красотой, но не правильными пропорциями? Вот с полным уничтожением пяти нижних оков монах является тем, кто родится спонтанно. Такова, я говорю вам, его скорость. Когда ему задают вопрос, имеющий отношение к Дхамме или Винае, он отвечает и не колеблется. Такова, я говорю вам, его красота. Но он не обретает одеяний, еды, жилищ, лекарств и обеспечения для больных монахов. Таково, я говорю вам, его отсутствие правильных пропорций. Таким образом, этот вид личности подобен хорошей лошади, которая обладает скоростью, красотой, но неправильными пропорциями. 6. И каким образом, монахи, этот вид личности подобен хорошей лошади, которая обладает скоростью, красотой и правильными пропорциями? Вот с полным уничтожением пяти нижних оков монах является тем, кто родится спонтанно. Такова, я говорю вам, его скорость. Когда ему задают вопрос, он отвечает и не колеблется. Такова, я говорю вам, его красота. И он обретает одеяние. Таковы, я говорю вам, его правильные пропорции. Таким образом, этот вид личности подобен хорошей лошади, которая обладает скоростью, красотой и правильными пропорциями. Таковы три вида личностей, которые подобны хорошим лошадям. И каковы, монахи, три вида превосходных чистокровных скакунов? Вот один вид превосходного чистокровного скакуна обладает скоростью, но не красотой или правильными пропорциями. Другой вид превосходного чистокровного скакуна обладает скоростью и красотой, но неправильными пропорциями. И еще иной вид превосходного чистокровного скакуна обладает скоростью, красотой, и правильными пропорциями. Таковы три вида превосходных чистокровных скакунов. И каковы, монахи, три вида превосходных чистокровных личностей? Вот один вид превосходной чистокровной личности обладает скоростью, но не красотой или правильными пропорциями. Другой вид превосходной чистокровной личности обладает скоростью и красотой, но неправильными пропорциями. И еще иной вид превосходной чистокровной личности обладает скоростью, красотой и правильными пропорциями. 7. И каким образом, монахи, этот вид превосходной чистокровной личности обладает скоростью, но не красотой и неправильными пропорциями? Вот за счет уничтожения умственных загрязнений прямо здесь и сейчас в этой самой жизни монах входит и пребывает в незапятнанном освобождении ума, освобождении мудростью, напрямую зная и проявляя это для себя самостоятельно. Такова, я говорю вам, его скорость. Но когда ему задают вопрос, имеющий отношение к Дхамме или Винае, он колеблется и не отвечает. Таково, я говорю вам, его отсутствие красоты. И он не обретает одеяний, еды, жилищ, лекарств и обеспечения для больных монахов. Таково, я говорю вам, его отсутствие правильных пропорций. Таким образом, этот вид превосходной чистокровной личности обладает скоростью, но не красотой или правильными пропорциями. 8. И каким образом, монахи, этот вид превосходной чистокровной личности обладает скоростью, красотой, но не правильными пропорциями? Вот за счет уничтожения умственных загрязнений прямо здесь и сейчас в этой самой жизни монах входит и пребывает в незапятнанном освобождении ума, освобождении мудростью, напрямую зная и проявляя это для себя самостоятельно. Такова, я говорю вам, его скорость. И когда ему задают вопрос, имеющий отношение к Дхаме или Винае, он отвечает и не колеблется. Такова, я говорю вам, его красота. Но он не обретает одеяний, еды, жилищ, лекарств и обеспечения для больных монахов. Таково, я говорю вам, его отсутствие правильных пропорций. Таким образом, этот вид превосходной чистокровной личности обладает скоростью, красотой, но не правильными пропорциями. 9. И каким образом, монахи, этот вид превосходной чистокровной личности обладает скоростью, красотой и правильными пропорциями? Вот за счет уничтожения умственных загрязнений прямо здесь и сейчас в этой самой жизни монах входит и пребывает в незапятнанном освобождении ума, освобождении мудростью, напрямую зная и проявляя это для себя самостоятельно. Такова, я говорю вам, его скорость. Когда ему задают вопрос, имеющий отношение к Дхамме или Винае, он отвечает и не колеблется. Такова, я говорю вам, его красота. И он обретает одеяние. Таковы, я говорю вам, его правильные пропорции. Таким образом, этот вид превосходной чистокровной личности обладает скоростью, красотой и правильными пропорциями. Таковы, монахи, три вида превосходных чистокровных личностей. Танха сутта, жажда. А.Н. 9.23 Благословенный сказал, монахи, я научу вас девяти вещам, укорененным в жажде. Слушайте внимательно, я буду говорить. Да, учитель, ответили те монахи. Благословенный сказал, и что это за девять вещей, укорененных в жажде? Один, в зависимости от жажды возникают поиски. Два, в зависимости от поисков возникает обретение. Три, в зависимости от обретения возникает суждение. Четыре, в зависимости от суждения возникает желание и страсть. 5. В зависимости от желания и страсти возникает привязанность. 6. В зависимости от привязанности возникает собственничество. 7. В зависимости от собственничества возникает прижимистость. 8. В зависимости от прижимистости возникает охранение. 9. Имея охранение своим основанием, возникают взятия дубин и оружие, ссоры, противостояния, раздоры, обвинения, сеющая расприречь, ложь и многие другие плохие, неблагие вещи. Таковы девять вещей, укоренённых в жажде. Сатта-сутта – Существа А.Н. 9.24 Благословенный сказал, «Монахи, таковы девять обителей существ». Какие девять? Один, вот, монахи, есть существа, которые различны в теле и различны в восприятии, такие как люди, некоторые дэвы, некоторые существа в нижних мирах. Такова первая обитель существ. Два, есть существа, которые различны в теле, но одинаковы в восприятии, такие как дэвы свиты брахмы, которые перерождаются посредством первой джханы. Такова вторая обитель существ. Три, есть существа, которые одинаковы в теле, но различны в восприятии, такие как дэвы лучезарного сияния. Такова третья обитель существ. Четыре, есть существа, которые одинаковы в теле и одинаковы в восприятии, такие как дэвы сверкающего великолепия. Такова четвёртая обитель существ. Пять, есть существа без восприятия, не имеющие какого-либо переживания чего-либо, такие как невоспринимающие дэвы. Такова пятая обитель существ. Шесть, есть существа, которые, полностью преодолев восприятие форм, достигнув угасания восприятий, вызываемых органами чувств, достигнув невнимания к восприятиям множественности, осознавая, пространство безгранично, принадлежат сфере безграничного пространства. Такова шестая обитель существ. Семь, есть существа, которые, полностью преодолев сферу безграничного пространства, воспринимая, сознание безгранично, принадлежат сфере безграничного сознания. Такова седьмая обитель существ. Восемь, есть существа, которые, полностью преодолев сферу безграничного сознания, воспринимая, здесь ничего нет, принадлежат сфере отсутствия всего. Такова восьмая обитель существ. Девять, есть существа, которые, полностью преодолев сферу отсутствия всего, принадлежат сфере невосприятия и невосприятия. Такова девятая, обитель существ. Таковы девять обителей существ. Панья сутта «Мудрость» А.Н. 9.25 Благословенный сказал, «Монахи, когда ум монаха хорошо объединён мудростью, то он способен заявить, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет боли и возвращения в какое-либо состояние существования. И каким образом ум монаха хорошо объединён мудростью? Один, его ум хорошо объединён мудростью, когда он знает, мой ум не имеет жажды. Два, его ум хорошо объединён мудростью, когда он знает, мой ум не имеет злобы. Три, мой ум не имеет заблуждения. Четыре, мой ум не подвержен страстному увлечению. Пять, мой ум не подвержен враждебности. Шесть, мой ум не подвержен замешательству. Семь, мой ум не подвержен возвращению к существованию в мире чувств. Восемь, мой ум не подвержен возвращению к существованию в мире форм. Девять, его ум хорошо объединён мудростью, когда он знает, мой ум не подвержен возвращению к существованию в бесформенном мире. Когда, монахи, у монаха хорошо объединен мудростью, то он способен заявить, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет более возвращения в какое-либо состояние существования. Сила Юпа Сутта, Каменная Колонна. А.Н. 9.26. Так я слышал. Однажды достопочтенный Сарепутта и достопочтенный Чиндикапутта пребывали в Раджагахе в Бамбуковой Роще, в Беличуем Святилище. Там достопочтенный Чиндикапутта обратился к монахам, друзья монахи. Друг. Отвечали те монахи. Достопочтенный Чиндикапутта сказал, друзья, Дивадатта учит монахов Дхамме так, когда ум монаха объединен умом, то ему подобает заявить, я понимаю, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет более возвращения в какое-либо состояние существования. Тогда достопочтенный Сарепутта обратился к достопочтенному Чиндикапутте, друг Чиндикапутта, не так это Дивадатта учит монахов Дхамме. Дивадатта учит монахов Дхамме вот как, когда ум монаха хорошо объединен умом, то ему подобает заявить, я понимаю, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет более возвращения в какое-либо состояние существования. И во второй. И в третий раз достопочтенный Чиндикапутта обратился к монахам, друзья, Дивадатта учит монахов Дхамме так, когда ум монаха объединен умом, то ему подобает заявить. И в третий раз достопочтенный Сарепутта обратился к достопочтенному Чиндикапутте, друг Чиндикапутта, не так это Дивадатта учит монахов Дхамме. Дивадатта учит монахов Дхамме вот как, когда ум монаха хорошо объединен умом, то ему подобает заявить, я понимаю, рождение и уничтожена, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет боли и возвращения в какое-либо состояние существования. И как, друг, ум монаха хорошо объединён умом? 1. Его ум хорошо объединён умом, когда он знает, мой ум не имеет жажды. 2. Его ум хорошо объединён умом, когда он знает, мой ум не имеет злобы. 3. Мой ум не имеет заблуждения. 4. Мой ум не подвержен жажде. 5. Мой ум не подвержен злобе. 6. Мой ум не подвержен заблуждению. 7. Мой ум не подвержен возвращению к существованию в мире чувств. 8. Мой ум не подвержен возвращению к существованию в мире форм. 9. Его ум хорошо объединён умом, когда он знает, мой ум не подвержен возвращению к существованию в бесформенном мире. Когда, друг, монах столь совершенно освобождён умом, то даже могущественные формы, познаваемые глазом, что попадают в поле зрения, не охватывают его ум. На его ум это не оказывает никакого воздействия. Он остается устойчивым, достигшим непоколебимости, и созерцает их исчезновение. Даже могущественные звуки, познаваемые ухом, что попадают в поле слуха. Могущественные запахи. Могущественные вкусы. Могущественные тактильные ощущения. Даже могущественные ментальные феномены, познаваемые умом, что попадают в поле ума, не охватывают его ум. На его ум это не оказывает никакого воздействия. Он остается устойчивым, достигшим непоколебимости, и созерцает их исчезновение. Представь, друг, каменную колонну 8 метров длиной. 4 метра были бы под землей, 4 метра над землей. Если бы мощный ураган пришел бы с востока, то он не поколебал бы ее, не содрогнул, не пошатнул. Если бы мощный ураган пришел бы с запада, с севера, юга, то он не поколебал бы ее, не содрогнул, не пошатнул. И почему? Потому что у каменной колонны глубокое основание, и она надежно установлена. Точно так же, друзья, когда монах столь совершенно освобожден умом, то даже могущественные формы, даже могущественные ментальные феномены, познаваемые умом, что попадают в поле ума, не охватывают его ум. На его ум это не оказывает никакого воздействия. Он остается устойчивым, достигшим непоколебимости, и созерцает их исчезновение. Один, не безинтересно, что ни Дивадатта, ни его обучение монахов Дхамме не порицается в этой сутте. Возможно, события происходят до падения Дивадатты. Поддхамма Вира Сутта, Враждебность 1. А.Н. 9.27. И тогда домохозяин Анатхапиндика подошел к Благословенному, поклонился ему и сел рядом. Благословенный сказал ему, когда в ученике благородных устранены пять опасностей и враждебностей, и когда он обладает четырьмя факторами вступления в поток, то тогда, если он хочет, он может заявить о себе, я тот, кто покончил с адом, покончил с миром животных, покончил с миром страдающих духов, покончил с состояниями лишений, с плохими уделами, с нижними мирами. Я, вступивший в поток, не подвержен боли и перерождению в нижних мирах, не преклонен в своей участи, устремлен к просветлению. И каковы эти пять опасностей и враждебностей, что устранены в нем? Домохозяин, один, тот, кто уничтожает жизнь, этим своим поведением вызывает опасность и враждебность, имеющую отношение к нынешней жизни, и опасность и враждебность, имеющую отношение к будущей жизни, и он испытывает умственную боль и уныние. Поэтому у того, кто воздерживается от уничтожения жизни, эта опасность и враждебность устранена. Два, тот, кто берет то, что ему не было дано. Три, тот, кто пускается в неблагое сексуальное поведении. 4. Тот, кто говорит ложь. 5. Тот, кто потакает вину, спиртному, опьяняющим веществам, что создают основу для беспечности, этим своим поведением вызывает опасность и враждебность, имеющую отношение к нынешней жизни, и опасность и враждебность, имеющую отношение к будущей жизни, и он испытывает умственную боль и уныние. Поэтому у того, кто воздерживается от вина, спиртного, опьяняющих веществ, что создают основу для беспечности, это опасность и враждебность устранена. Таковы пять опасностей и враждебностей, которые устранены в нем. И каковы четыре фактора вступления в поток, которыми он обладает? 6. Вот ученик благородных наделен непоколебимой верой в Будду, в самом деле благословенный, достойный, всецело просветленный, совершенный в истинном знании и поведении, достигший блага, знаток мира, непревзойденный учитель тех, кто готов обучаться, учитель богов и людей, пробужденный, благословенный. 7. Он наделен непоколебимой верой в Дхамму. Дхамма превосходно разъяснена благословенным, напрямую видимая здесь и сейчас, независящая от времени, приглашающая пойти и увидеть, ведущая к цели, познаваемая мудрыми самостоятельно. 8. Он наделен подтвержденной верой в Сангху, Сангха учеников благословенного, идущих по хорошему пути, идущих по прямому пути, идущих по верному пути, идущих по совершенному пути, другими словами, четыре пары или восемь типов личностей, это Сангха учеников благословенного, достойное даров, достойное гостеприимство, достойное подношений, достойное уважение, несравненное поле заслуг для мира. 9. Он наделен нравственным поведением, которое дорого благородным, прочным, цельным, незапятненным, освобождающим, восхваляемым мудрецами, ярким, ведущим к сосредоточению. Таковы четыре фактора вступления в поток, которыми он обладает. 10. Домохозяин, когда в ученике благородных устранены пять опасностей и враждебностей, и когда он обладает четырьмя факторами вступления в поток, то тогда, если он хочет, он может заявить о себе, «Я тот, кто покончил с адом, покончил с миром животных, покончил с миром страдающих духов, покончил с состояниями лишений, с плохими уделами, с нижними мирами. Я, вступивший в поток, не подвержен боли и перерождению в нижних мирах, не преклонен своей участи, устремлен к просветлению». Дутью и Вера сутта, Враждебность 2. А.Н. 9.28. Сутта идентична предыдущей А.Н. 9.27, но здесь Будда обращается не к надхапиндики, а к монахам. Патхама Акхата сутта, Негодование 1. А.Н. 9.29. Благословенный сказал, «Монахи, существуют эти девять оснований для негодования. Какие девять? Думая, один, он сделал это, чтобы навредить мне, человек питает негодований. Два, он делает это, чтобы навредить мне. Три, он сделает это, чтобы навредить мне. Четыре, он сделал это, чтобы навредить тому, кто мил и приятен мне. Пять, он делает это, чтобы навредить тому, кто мил и приятен мне. Шесть, он сделает это, чтобы навредить тому, кто мил и приятен мне. Семь, он сделал это ради блага того, кто не мил и неприятен мне. Восемь, он делает это ради блага того, кто не мил и неприятен мне. Девять, он сделает это ради блага того, кто не мил и неприятен мне. Таковы, монахи, эти девять оснований для негодования. Дутия Абхата Сутта, Негодование 2. АН 9.30. Благословенный сказал, монахи, существуют эти девять способов для устранения негодования. Какие девять? Думая, один, он сделал это, чтобы навредить мне, но что тут можно поделать? Человек устраняет негодование. Два, он делает это, чтобы навредить мне. Три, он сделает это, чтобы навредить мне. Четыре, он сделал это, чтобы навредить тому, кто мил и приятен мне. Пять, он делает это, чтобы навредить тому, кто мил и приятен мне. Шесть, он сделает это, чтобы навредить тому, кто мил и приятен мне. Семь, он сделал это ради блага того, кто не мил и неприятен мне. Восемь, он делает это ради блага того, кто не мил и неприятен мне. Девять, он сделает это ради блага того, кто не мил и неприятен мне, но что тут можно поделать? Человек устраняет негодование. Таковы, монахи, эти девять способов для устранения негодования. Анна Пуббани Родха Сутта, последовательные прекращения. А.Н. 9.31. Благословенный сказал, монахи, есть эти девять последовательных прекращений. Какие девять? Один, у достигшего первой джханы прекратилось восприятие чувственности. Два, у достигшего второй джханы прекратились направления удержания ума. 3. У достигшего третьей джханы прекратился восторг. 4. У достигшего четвертой джханы прекратились вдох и выдох. 5. У достигшего сферы безграничного пространства прекратилось восприятие форм. 6. У достигшего сферы безграничного сознания прекратилось восприятие, относящееся к сфере безграничного пространства. 7. У достигшего сферы отсутствия всего прекратилось восприятие, относящееся к сфере безграничного сознания. 8. У достигшего сферы невосприятия и невосприятия прекратилось восприятие, относящееся к сфере отсутствия всего. Девять, удостигшего прекращения восприятия и чувствования восприятия и чувствования не прекратились. Таковы, монахи, девять последовательных прекращений. Патха-Мавихара сутта, обиталище один. А.Н. 9.32. Благословенный сказал, монахи, есть эти девять последовательных обиталищ. Какие девять? Один, вот, будучи отстраненным о чувственных удовольствии, отстраненным от неблагих состояний ума, монах входит и пребывает в первой джхане, которая сопровождается направлением и удержанием ума на объекте медитации, с восторгом и удовольствием, которые возникли из-за этой отстраненности. Два, с угасанием направления и удержания ума на объекте, он входит и пребывает во второй джхане, в которой наличествуют внутренние уверенности и единения ума, в которой нет направления и удержания, но есть восторг и удовольствие, которые возникли посредством сосредоточения. Три, с угасанием восторга он пребывает невозмутимым, осознанным, бдительным, и ощущает приятное телом. Он входит и пребывает в третьей джхане, о которой благородные говорят так, он невозмутим, осознан, пребывает в удовольствии. Четыре, с оставлением удовольствия и боли, равно как и с предыдущим угасанием радости и недовольства, он входит и пребывает в четвертой джхане, которая неприятно-неболезненно, характерна чистейшей осознанностью из-за невозмутимости. 5. С полным преодолением восприятия форм, с угасанием восприятий, вызываемых органами чувств, не обращающих внимания на восприятие множественности, воспринимая, пространство безгранично, монах входит и пребывает в сфере безграничного пространства. 6. С полным преодолением сферы безграничного пространства, воспринимая, сознание безгранично, он входит и пребывает в сфере безграничного сознания. 7. С полным преодолением сферы безграничного сознания, воспринимая, здесь ничего нет, он входит и пребывает в сфере отсутствия всего. 8. С полным преодолением сферы отсутствия всего он входит и пребывает в сфере невосприятия и невосприятия. 9. С полным преодолением сферы невосприятия и невосприятия он входит и пребывает в прекращении восприятия и чувствования. Таковы, монахи, эти девять последовательных обиталищ. Дутия Вихара Сутта, Обиталище 2. А.Н. 9.33. Благословенный сказал, монахи, я научу вас достижению девяти последовательных обиталищ. Слушайте внимательно, я буду говорить. Да, учитель, отвечали те монахи. Благословенный сказал, и каково, монахи, достижение девяти последовательных обиталищ? 1. О том состоянии, где прекращаются чувственные удовольствия, и о тех, кто пребывает, тщательно завершив чувственные удовольствия. Я говорю так, воистину, эти достопочтенные, угасшие не имеющие потребности. Они пересекли чувственность и вышли за пределы в этом самом отношении. Если кто-либо скажет, где чувственные удовольствия прекращаются? Кто они, те, кто пребывают, тщательно завершив чувственные удовольствия? Я не знаю этого, я не вижу этого, то ему следует ответить так, вот, друг, будучи отстраненным от чувственных удовольствий, отстраненным от неблагих состояний ума, монах входит и пребывает в первой джхане, которая сопровождается направлением и удержанием ума на объекте медитации, с восторгом и удовольствием, которые возникли из-за этой отстраненности. Здесь прекращаются чувственные удовольствия, и вот кто пребывает, тщательно завершив чувственные удовольствия? Вне сомнений, монахи, тот, кто не коварен и не лицемерен, должен восхититься и возрадоваться этому утверждению, сказав, хорошо. Сделав так, поклонившись в почтительном приветствии, ему следует прислуживать им. 2. О том состоянии, где прекращаются направления удержания ума на объекте медитации, и о тех, кто пребывает, тщательно завершив направление удержания, я говорю так, воистину, эти достопочтенные, угасшие они имеющие потребности. Они пересекли это и вышли за пределы в этом самом отношении. Если кто-либо скажет, где прекращаются направления удержания, кто они, те, кто пребывают, тщательно завершив направление удержания, я не знаю этого, я не вижу этого, то ему следует ответить так, вот, друг, с угасанием направления удержания ума на объекте, монах входит и пребывает во второй джихане, в которой наличествует внутренняя уверенность и единение ума, в которой нет направления удержания, но есть восторг и удовольствие, которые возникли посредством сосредоточения. Здесь прекращаются направления удержания, и вот кто пребывает, тщательно завершив направление удержания, вне сомнений, монахи, тот, кто не коварен и не лицемерен, прислуживать им. 3. О том состоянии, где прекращается восторг, и о тех, кто пребывает, тщательно завершив восторг, я говорю так, воистину, эти достопочтенные, угасшие они имеющие потребности. Они пересекли это и вышли за пределы в этом самом отношении. Если кто-либо скажет, где прекращается восторг, кто они, те, кто пребывают, тщательно завершив восторг, я не знаю этого, я не вижу этого, то ему следует ответить так, вот, друг, с угасанием восторга монах пребывает невозмутимым, осознанным, бдительным и ощущает приятное телом. Он входит и пребывает в третьей джхане, о которой благородные говорят так, он невозмутим, осознан, пребывает в удовольствии. Здесь прекращается восторг, и вот кто пребывает, тщательно завершив восторг. 4. О том состоянии, где прекращается счастье, связанное с невозмутимостью, и о тех, кто пребывает, тщательно завершив счастье, связанное с невозмутимостью, я говорю так, воистину, эти достопочтенные, угасшие они имеющие потребности. Они пересекли это и вышли за пределы в этом самом отношении. Если кто-либо скажет, где прекращается счастье, связанное с невозмутимостью? Кто они, те, кто пребывают, тщательно завершив счастье, связанное с невозмутимостью? Я не знаю этого, я не вижу этого, то ему следует ответить так, вот, друг, с оставлением удовольствия и боли, равно как и с предыдущим угасанием радости и недовольства, монах входит и пребывает в четвертой джхане, которые они приятны и болезненны, характерны чистейшей осознанностью из-за невозмутимости. Здесь прекращается счастье, связанное с невозмутимостью, и вот кто пребывает, тщательно завершив счастье, связанное с невозмутимостью. 5. О том состоянии, где прекращаются восприятия форм, и о тех, кто пребывает, тщательно завершив восприятие форм, я говорю так, воистину, эти достопочтенные, угасшие, не имеющие потребности. Они пересекли это и вышли за пределы в этом самом отношении. Если кто-либо скажет, где прекращается восприятие форм, кто они, те, кто пребывают, тщательно завершив восприятие форм, я не знаю этого, я не вижу этого, то ему следует ответить так, вот, друг, с полным преодолением восприятия форм, с угасанием восприятий, вызываемых органами чувств, не обращающих внимания на восприятие множественности, воспринимая, безграничное пространство, монах входит и пребывает в сфере безграничного пространства. Здесь прекращается восприятие форм, и вот кто пребывает, тщательно завершив восприятие форм. 6. О том состоянии, где прекращается восприятие сферы безграничного пространства, и о тех, кто пребывает, тщательно завершив восприятие сферы безграничного пространства, я говорю так, воистину, эти достопочтенные, угасшие и не имеющие потребности, они пересекли это и вышли за пределы в этом самом отношении. Если кто-либо скажет, где прекращается восприятие сферы безграничного пространства? Кто они, те, кто пребывают, тщательно завершив восприятие сферы безграничного пространства? Я не знаю этого, я не вижу этого, то ему следует ответить так, вот, друг, с полным преодолением сферы безграничного пространства, воспринимая, сознание безгранично, монах входит и пребывает в сфере безграничного сознания. Здесь прекращается восприятие сферы безграничного пространства, и вот кто пребывает, тщательно завершив восприятие сферы безграничного пространства. 7. О том состоянии, где прекращается восприятие сферы безграничного сознания, и о тех, кто пребывает, тщательно завершив восприятие сферы безграничного сознания, я говорю так, воистину, эти достопочтенные, угошие не имеющие потребности. Они пересекли это и вышли за пределы в этом самом отношении. Если кто-либо скажет, где прекращается восприятие сферы безграничного сознания, кто они, те, кто пребывают, тщательно завершив восприятие сферы безграничного сознания, я не знаю этого, я не вижу этого, то ему следует ответить так, вот, друг, с полным преодолением сферы безграничного сознания, воспринимая, здесь ничего нет, монах входит и пребывает в сфере отсутствия всего. Здесь прекращается восприятие сферы безграничного сознания, и вот кто пребывает, тщательно завершив восприятие сферы безграничного сознания. 8. О том состоянии, где прекращается восприятие сферы отсутствия всего, и о тех, кто пребывает, тщательно завершив восприятие сферы отсутствия всего, я говорю так, воистину, эти достопочтенные, угощенные не имеющие потребности. Они пересекли это и вышли за пределы в этом самом отношении. Если кто-либо скажет, где прекращается восприятие сферы отсутствия всего, кто они, те, кто пребывают, тщательно завершив восприятие сферы отсутствия всего, я не знаю этого, я не вижу этого, то ему следует ответить так, вот, друг, с полным преодолением сферы отсутствия всего монах входит и пребывает в сфере невосприятия и невосприятия. Здесь прекращается восприятие сферы отсутствия всего, и вот кто пребывает, тщательно завершив восприятие сферы отсутствия всего, 9, о том состоянии, где прекращается восприятие сферы невосприятия и невосприятия, и о тех, кто пребывает, тщательно завершив восприятие сферы невосприятия и невосприятия, я говорю так, воистину, эти достопочтенные, угощшие и не имеющие потребности, они пересекли это и вышли за пределы в этом самом отношении. Если кто-либо скажет, где прекращается восприятие сферы невосприятия и невосприятия, кто они, те, кто пребывают, тщательно завершив восприятие сферы невосприятия и невосприятия, я не знаю этого, я не вижу этого, то ему следует ответить так, вот, друг, с полным преодолением сферы невосприятия и невосприятия монах входит и пребывает в прекращении восприятия и чувствования. Здесь прекращается восприятие сферы невосприятия и невосприятия, и вот кто пребывает, тщательно завершив восприятие сферы невосприятия и невосприятия. Таково, монахи, достижение девяти последовательных обиталищ. Ниббана сутта, Ниббана. А.Н. 9.34. Я слышал, что однажды достопочтенный Сарипутта пребывал рядом с Раджагахой в Бамбуковой роще в Беличьем святилище. Там он обратился к монахам, это Ниббана приятно, друзья. Это Ниббана приятно. Когда так было сказано, достопочтенный Удаин спросил достопочтенного Сарипутту, но где же тут приятный, мой друг, где ничего не чувствуется? Вот так здесь и приятно, мой друг, где ничего не чувствуется. Есть пять нитей чувственности. Какие пять? Формы, воспринимаемые глазом, милые, приятные, чарующие, привлекательные, воспаляющие желания, соблазнительные. Звуки, воспринимаемые ухом. Запахи, воспринимаемые носом. Вкусы, воспринимаемые языком. Ощущения, воспринимаемые телом, милые, приятные, чарующие, привлекательные, воспаляющие желания, соблазнительные. Любое удовольствие или радость, возникающая в зависимости от этих пяти нити чувственности, является чувственным удовольствием. Один, и бывает так, что монах, в достаточной мере оставивший чувственное удовольствие, оставивший неумелые качества, входит и пребывает в первой джхане, восторг и удовольствие, рожденные этим оставлением сопровождаются направлением ума на объект медитации и удержанием ума на этом объекте. Если, по мере пребывания в ней, ему досаждает внимание, направленное на восприятие чувственного, то для него это болезненно. Подобно тому, как возникающая у здорового человека боль является болезненностью, то точно так же досаждающая монаха внимание, направленное на восприятие чувственного, является для него болезненным. А Благословенный сказал, что все, что является болезненным, – страдание. Путем подобных размышлений можно понять, почему небо оно приятно. 2. Далее, бывает так, что монах с успокоением направления и удержания ума, входит и пребывает во второй джхане, его наполняют восторг и удовольствие, рожденные сосредоточением, и единение ума, который свободен от направления и удержания, он пребывает во внутренней устойчивости. Если по мере пребывания в ней ему досаждает внимание, направленное на восприятие джханов их факторов направления ума и удержания ума, то для него это болезненно. Подобно тому, как возникающая у здорового человека боль является болезненностью, то точно так же досаждающая монаха внимание, направленное на восприятие направления ума и удержания ума, является для него болезненным. А Благословенный сказал, что все, что является болезненным, – страдание. Путем подобных размышлений можно понять, почему небо оно приятно. 3. Далее, бывает так, что монах с успокоением восторга становится невозмутимым, осознанным и бдительным, и ощущает удовольствие. Он входит и пребывает в третьей джхане, о которой благородные говорят так, непоколебимый и осознанный, он пребывает в приятном пребывании. Если по мере пребывания в ней ему досаждает внимание, направленное на восприятие фактора восторга, то для него это болезненно. Подобно тому, как возникающая у здорового человека боль является болезненностью, то точно так же досаждающая монаху внимание, направленное на восприятие фактора восторга, является для него болезненным. А Благословенный сказал, что все, что является болезненным, – страдание. Путем подобных размышлений можно понять, почему небо оно приятно. 4. Далее, бывает так, что монах с успокоением удовольствия и боли, как и с боли и ранним исчезновением радости и недовольства, входит и пребывает в четвертой джхане, он пребывает в чистейшей невозмутимости и осознанности, в ней удовольствия и не боли. Если по мере пребывания в ней ему досаждает внимание, направленное на восприятие фактора невозмутимости, то для него это болезненно. Подобно тому, как возникающая у здорового человека боль является болезненностью, то точно так же досаждающая монаху внимание, направленное на восприятие фактора невозмутимости, является для него болезненным. А благословенный сказал, что все, что является болезненным – страдание. Путем подобных размышлений можно понять, почему небо оно приятно. 5. Далее, бывает так, что монах с полным преодолением восприятия форм, с исчезновением восприятия сопротивляемости от органов чувств, не обращающий внимания на восприятие множественности, воспринимая, безграничное пространство, входит и пребывает в сфере безграничного пространства. Если по мере пребывания в ней ему досаждает внимание, направленное на восприятие форм, то для него это болезненно. Подобно тому, как возникающая у здорового человека боль является болезненностью, то точно так же досаждающая монаху внимание, направленное на восприятие форм, является для него болезненным. А благословенный сказал, что все, что является болезненным – страдание. Путем подобных размышлений можно понять, почему небо оно приятно. 6. Далее, бывает так, что монах, с полным преодолением сферы безграничного пространства, воспринимая, безграничное сознание, входит и пребывает в сфере безграничного сознания. Если по мере пребывания в ней ему досаждает внимание, направленное на восприятие сферы безграничного пространства, то для него это болезненно. Подобно тому, как возникающая у здорового человека боль является болезненностью, то точно так же досаждающая монаху внимание, направленное на восприятие сферы безграничного пространства, является для него болезненным. А Благословенный сказал, что все, что является болезненным, — страдание. Путем подобных размышлений можно понять, почему небо оно приятно. 7. Далее, бывает так, что монах, с полным преодолением сферы безграничного сознания, воспринимая, здесь ничего нет, входит и пребывает в сфере отсутствия всего. Если по мере пребывания в ней ему досаждает внимание, направленное на восприятие сферы безграничного сознания, то для него это болезненно. Подобно тому, как возникающая у здорового человека боль является болезненностью, то точно так же досаждающая монаха внимание, направленное на восприятие сферы безграничного сознания, является для него болезненным. А Благословенный сказал, что все, что является болезненным, — страдание. Путем подобных размышлений можно понять, почему небо оно приятно. 8. Далее, бывает так, что монах, с полным преодолением сферы отсутствия всего, входит и пребывает в сфере невосприятия, ни невосприятия. Если по мере пребывания в ней ему досаждает внимание, направленное на восприятие сферы отсутствия всего, то для него это болезненно. Подобно тому, как возникающая у здорового человека боль является болезненностью, то точно так же досаждающая монаха внимание, направленное на восприятие сферы отсутствия всего, является для него болезненным. А Благословенный сказал, что все, что является болезненным, — страдание. Путем подобных размышлений можно понять, почему не гбана приятно. Далее, бывает так, что монах с полным преодолением сферы невосприятия, не невосприятия, входит и пребывает в прекращении восприятия и чувствования. И когда монах увидел это мудростью, загрязнения в его уме полностью прекратились. Путем подобных размышлений можно понять, почему не гбана приятно. 1. 1. Смотри также МН 59. Гави сутта, корова. АН 9 35. Благословенный сказал, представьте, монахи, живущую в горах корову, глупую, несведущую, неопытную, неумелую вхождении по крутым горам. Мысль может прийти к ней, отправлюсь туда, где прежде никогда не была. Поем травы, которой прежде не ела, попью воды, которой прежде никогда не пила. Она бы ставила переднюю ногу, но, не укрепив ее, поднимала бы заднюю. Так, она бы не смогла дойти туда, где прежде никогда не была, не смогла бы поесть травы, которой прежде не ела, попить воды, которой прежде не пила. И она не смогла бы благополучно вернуться туда, где она находилась, когда к ней пришла та самая мысль, отправлюсь туда, где прежде никогда не была. Поем травы, которой прежде не ела, попью воды, которой прежде никогда не пила. И почему? Потому что это живущая в горах корова, глупая, несведущая, неопытная, неумелая вхождение по крутым горам. Точно так же, бывает так, что некий глупый, несведущий, неопытный, неумелый монах, будучи отстраненным от чувственных удовольствий, отстраненным от неблагих состояний ума, входит и пребывает в первой джхане, которая сопровождается направлением и удержанием ума на объекте медитации, с восторгом и удовольствием, которые возникли из-за этой отстраненности. Он не рассматривает этот объект, один, не развивает и не взращивает его, не утверждается тщательно в нем. Мысль приходит к нему, с угасанием направления и удержания ума на объекте, мне нужно войти и пребывать во второй джхане, в которой наличествует внутренняя уверенность и единение ума, в которой нет направления и удержания, но есть восторг и удовольствие, которые возникли посредством сосредоточения. Но он не может войти и пребывать во второй джхане, в которой наличествует внутренняя уверенность и единение ума, в которой нет направления и удержания, но есть восторг и удовольствие, которые возникли посредством сосредоточения. Тогда следующая мысль приходит к нему, будучи отстраненным от чувственных удовольствий, отстраненным от неблагих состояний ума. Мне следует войти и пребывать в первой джхане, которая сопровождается направлением и удержанием ума на объекте медитации, с восторгом и удовольствием, которые возникли из-за этой отстраненности. Но он не может войти и пребывать в первой джхане, которая сопровождается направлением и удержанием ума на объекте медитации, с восторгом и удовольствием, которые возникли из-за этой отстраненности. 2. Такой зовется монахом, который отпал от обоих, отвалился от обоих. Он точно та живущая в горах корова, что была глупой. не сведущей, не опытной, неумелой вхождении по крутым горам. Представьте, монахи, живущую в горах корову, мудрую, сведущую, опытную, умелую вхождении по крутым горам. Мысль может прийти к ней, отправлюсь туда, где прежде никогда не была. Поем травы, которой прежде не ела, попью воды, которой прежде никогда не пила. Ставя переднюю ногу, она бы прочно укрепляла ее, и только потом поднимала бы заднюю. Так, она бы смогла дойти туда, где прежде никогда не была, смогла бы поесть травы, которой прежде не ела, попить воды, которой прежде не пила. И она смогла бы благополучно вернуться туда, где она находилась, когда к ней пришла та самая мысль, отправлюсь туда, где прежде никогда не была. Поем травы, которой прежде не ела, попью воды, которой прежде никогда не пила. И почему? Потому что это живущая в горах корова, мудрая, сведущая, опытная, умелое вхождение по крутым горам. Один, точно так же, бывает так, что некий мудрый, сведущий, опытный, умелый монах, будучи отстраненным от чувственных удовольствий, отстраненным от неблагих состояний ума, входит и пребывает в первой джхане, которая сопровождается направлением и удержанием ума на объекте медитации, с восторгом и удовольствием, которые возникли из-за этой отстраненности. Он рассматривает этот объект, развивает и взращивает его, утверждается тщательно в нем. Два, мысль приходит к нему, с угасанием направления и удержания ума на объекте мне нужно войти и пребывать во второй джхане, в которой наличествуют внутренние уверенности и единения ума, в которой нет направления и удержания, но есть восторг и удовольствия, которые возникли посредством сосредоточения. Не нанося вреда второй джхане, три, с угасанием направления и удержания, он входит и пребывает во второй джхане. Он рассматривает этот объект, развивает и взращивает его, утверждается тщательно в нем. Три, затем следующая мысль приходит к нему, с угасанием восторга я войду и буду пребывать невозмутимым, осознанным, бдительным и буду ощущать приятное телом. Мне нужно войти и пребывать в Третьей Джхане, о которой благородные говорят так, он невозмутим, осознан, пребывает в удовольствии. Не нанося вреда Третьей Джхане, с угасанием восторга. Он входит и пребывает в Третьей Джхане. Он рассматривает этот объект, развивает и взращивает его, утверждается тщательно в нем. Четыре, затем следующая мысль приходит к нему, с оставлением удовольствия и боли, равно как и с предыдущим угасанием радости и недовольства, мне следует войти и пребывать в Четвертой Джхане, которая неприятно и неболезненно, характерна чистейшей осознанностью из-за невозмутимости. Не нанося вреда Четвертой Джхане, с оставлением удовольствия и боли. Он входит и пребывает в Четвертой Джхане. Он рассматривает этот объект, развивает и взращивает его, утверждается тщательно в нем. 5. Затем следующая мысль приходит к нему, с полным преодолением восприятий форм, с угасанием восприятий, вызываемых органами чувств, не обращая внимания на восприятие множественности, воспринимая, пространство безгранично, мне следует войти и пребывать в сфере безграничного пространства. Не нанося вреда сфере безграничного пространства, с полным преодолением восприятий форм. Он входит и пребывает в сфере безграничного пространства. Он рассматривает этот объект, развивает и взращивает его, утверждается тщательно в нем. 6. Затем следующая мысль приходит к нему, с полным преодолением сферы безграничного пространства, воспринимая, сознание безгранично, мне следует войти и пребывать в сфере безграничного сознания. Не нанося вреда сфере безграничного сознания, с полным преодолением сферы безграничного пространства. Он входит и пребывает в сфере безграничного сознания. Он рассматривает этот объект, развивает и взращивает его, утверждается тщательно в нем. 7. Затем следующая мысль приходит к нему, с полным преодолением сферы безграничного сознания, воспринимая, здесь ничего нет, мне следует войти и пребывать в сфере отсутствия всего. Не нанося вреда сфере отсутствия всего, с полным преодолением сферы безграничного сознания. Он входит и пребывает в сфере отсутствия всего. Он рассматривает этот объект, развивает и взращивает его, утверждается тщательно в нем. 8. Затем следующая мысль приходит к нему, с полным преодолением сферы отсутствия всего, мне следует войти и пребывать в сфере невосприятия, не невосприятия. Не нанося вреда сфере невосприятия, не невосприятия, с полным преодолением сферы отсутствия всего, он входит и пребывает в сфере невосприятия, не невосприятия. Он рассматривает этот объект, развивает и взращивает его, утверждается тщательно в нем. 9. Затем следующая мысль приходит к нему, с полным преодолением сферы невосприятия, не невосприятия, мне следует войти и пребывать в прекращении восприятия и чувствования. Не нанося вреда прекращению восприятия и чувствования, с полным преодолением сферы невосприятия, не невосприятия, он входит и пребывает в прекращении восприятия и чувствования. Когда, монахи, монах входит и выходит из каждого из этих медитативных достижений, его ум становится податливым и послушным. С податливым и послушным умом его сосредоточение становится безмерным и хорошо развитым. С безмерным, хорошо развитым сосредоточением, к какому бы состоянию, реализуемому посредством прямого знания, он бы не направлял свой ум, чтобы реализовать его прямым знанием, он способен реализовать его, есть для этого подходящая основа. Если он пожелает, пусть я овладею различными видами сверхъестественных сил, будучи одним. 4. Он способен реализовать это, есть для этого подходящая основа. Если он пожелает, пусть я услышу за счет божественного уха. Он способен реализовать это, есть для этого подходящая основа. Если он пожелает, пусть я познаю умы других существ. Он способен реализовать это, есть для этого подходящая основа. Если он пожелает, пусть я вспомню многочисленные прошлые обители. Он способен реализовать это, есть для этого подходящая основа. Если он пожелает, пусть я увижу за счет Божественного глаза. Он способен реализовать это, есть для этого подходящая основа. Если он пожелает, пусть я, за счет уничтожения умственных загрязнений, в этой самой жизни войду и буду пребывать в незапятненном освобождении ума, освобождении мудростью, зная и проявляя эти состояния для себя самостоятельно посредством прямого знания, он способен реализовать это, есть для этого подходящая основа. 5. 1. Напали, не мита. 2. Примечание переводчика СВ, на мой взгляд, он не может вернуться к предыдущей джхане по той причине, что он неестественным, а насильственным путем пытался отбросить факторы предыдущей джханы, чтобы войти в следующую. Вместо того, чтобы полностью развить эти факторы, а затем с помощью мудрости увидеть их неудовлетворительность и естественным образом их оставить, смотри. АН 9.41, он их в себе ломает и насильно устраняет, тем самым выбивая из-под ног основу для предыдущих медитативных состояний. 3. Напали, а на пхихим самана. Я привожу дословный перевод и понимаю контекст так, что монах не пытается силой пробиться к более высоким состояниям сосредоточения, но вначале достигает мастерства во владении текущим. 4. Раскрываются так же, как пункты номер 5.10 в АН 10.97. 5. Смотри так же АН 3.101. Чхана сутта, Чхана. АН 9.36. Благословенный сказал, монахи, я говорю вам, что уничтожение пятен умственных загрязнений происходит в зависимости от первой Чханы. Я говорю вам, что уничтожение пятен умственных загрязнений также происходит в зависимости от второй Чханы. Я говорю вам, что уничтожение пятен умственных загрязнений также происходит в зависимости от третьей Чханы. Я говорю вам, что уничтожение пятен умственных загрязнений также происходит в зависимости от четвертой джханы. Я говорю вам, что уничтожение пятен умственных загрязнений также происходит в зависимости от сферы безграничного пространства. Я говорю вам, что уничтожение пятен умственных загрязнений также происходит в зависимости от сферы безграничного сознания. Я говорю вам, что уничтожение пятен умственных загрязнений также происходит в зависимости от сферы отсутствия всего. Я говорю вам, что уничтожение пятен умственных загрязнений также происходит в зависимости от сферы невосприятия, не невосприятия. Я говорю вам, что уничтожение пятен умственных загрязнений также происходит в зависимости от прекращения восприятия и чувствования. Один, когда так было сказано, монахи, я говорю вам, что уничтожение пятен умственных загрязнений происходит в зависимости от первой джханы, то почему так было сказано? Вот, будучи отстраненным от чувственных удовольствий, отстраненном от неблагих состояний ума, монах входит и пребывает в первой джхане, которая сопровождается направлением и удержанием ума на объекте медитации, с восторгом и удовольствием, которые возникли из-за этой отстраненности. Он рассматривает любые существующие там феномены, относящиеся к форме, чувству, восприятию, формациям, сознанию как непостоянные, страдания, болезнь, нарыв, отравленную стрелу, бедствия, недуг, чужое, распадающееся, пустое и безличностное. 1. Он отводит ум от этих феноменов и направляет его к бессмертному элементу, это покой, это наивысшее, прекращение всех формаций, оставление всех обретений, уничтожение жажды, бесстрастия, прекращение, неббана. Если он устойчив в этом, он достигает уничтожения пятен умственных загрязнений. Но если он не достигает уничтожения пятен умственных загрязнений, то из-за этой жажды к Дхамме, из-за этой восторженности в Дхамме, 2. Он с полным уничтожением пяти нижних оков становится тем, кто переродится спонтанно в мире чистых обителей и обретет окончательную небо, но там, никогда более не возвращаясь из того мира обратно в этот. Подобно лучнику или ученику лучника, который, тренируясь в стрельбе по соломенному чучелу или куче глины, впоследствии становится стрелком на дальние расстояния, снайпером, способным пронзить большое тело, то точно так же, будучи отстраненным от чувственных удовольствий, отстраненным от неблагих состояний ума, монах входит и пребывает в первой джхане. Переродится спонтанно в мире чистых обителей и обретет окончательную небо, но там, никогда более не возвращаясь из того мира обратно в этот. Когда так было сказано, монахи, я говорю вам, что уничтожение пятен умственных загрязнений происходит в зависимости от первой джханы, то в отношении этого так было сказано. Два, когда так было сказано, монахи, я говорю вам, что уничтожение пятен умственных загрязнений также происходит в зависимости от второй джханы. Три, когда так было сказано, монахи, я говорю вам, что уничтожение пятен умственных загрязнений также происходит в зависимости от третьей джханы. Четыре, когда так было сказано, монахи, я говорю вам, что уничтожение пятен умственных загрязнений также происходит в зависимости от четвертой джханы. Четыре. Пять, когда так было сказано, монахи, я говорю вам, что уничтожение пятен умственных загрязнений также происходит в зависимости от сферы безграничного пространства, то почему так было сказано? Вот, с полным преодолением восприятий форм, с угасанием восприятий, вызываемых органами чувств, не обращающих внимания на восприятие множественности, воспринимая, пространство безгранично, монах входит и пребывает в сфере безграничного пространства. Он рассматривает любые существующие там феномены, относящиеся к чувству, 5, восприятию, формациям, сознанию как непостоянные, страдания, болезнь, нарыв, отравленную стрелу, бедствие, недуг, чужое, распадающееся, пустое и безличностное. Он отводит ум от этих феноменов и направляет его к бессмертному элементу – это покой, это наивысшее, прекращение всех формаций, оставление всех обретений, уничтожение жажды, бесстрастия, прекращение, неббана. Если он устойчив в этом, он достигает уничтожения пятен умственных загрязнений. Но если он не достигает уничтожения пятен умственных загрязнений, то из-за этой жажды к Дхаме, из-за этой восторженности в Дхаме, он с полным уничтожением пяти нижних оков становится тем, кто переродится спонтанно в мире чистых обителей и обретет окончательную неббану там, никогда более не возвращаясь из того мира обратно в этот. Подобно лучнику или ученику лучника, который, тренируясь в стрельбе по соломенному чучелу или куче глины, впоследствии становится стрелком на дальние расстояния, снайпером, способным пронзить большое тело, то точно так же, с полным преодолением восприятия форм. Переродится спонтанно и обретет окончательную неббану там, никогда более не возвращаясь из того мира обратно в этот. Когда так было сказано, монахи, я говорю вам, что уничтожение пятен умственных загрязнений также происходит в зависимости от сферы безграничного пространства, то в отношении этого так было сказано. 6. Когда так было сказано, монахи, я говорю вам, что уничтожение пятен умственных загрязнений также происходит в зависимости от сферы безграничного сознания. 7. Когда так было сказано, монахи, я говорю вам, что уничтожение пятен умственных загрязнений также происходит в зависимости от сферы отсутствия всего. Никогда более не возвращаясь из того мира обратно в этот. Когда так было сказано, монахи, я говорю вам, что уничтожение пятен умственных загрязнений также происходит в зависимости от сферы отсутствия всего, то в отношении этого так было сказано. Так, монахи, проникновение в окончательные знания имеет место до той степени, до которой доходят медитативные достижения, сопровождаемые восприятием. 6. Но эти две сферы, 8, сфера невосприятия, не невосприятия, а также, 9, прекращение восприятия и чувствования, я говорю вам, должны объясняться медитирующими монахами, умелыми в достижениях, умелыми в выходе из достижений после того, как они вошли в них и вышли из них. 1. Комментарий поясняет, что все эти описания относятся к трем характеристикам существования – чужое, пустое, безличностное, к безличности. Непостоянное, распадающееся, к непостоянству. Страдание, болезнь, нарыв, стрела, бедствие, недуг, к страдательности. 2. Комментарий объясняет это как желание, жажду и привязанность к самому процессу прозрения. Если практикующему не удается отбросить подобный вид жажды, то он становится невозвращающимся, если удается – арахантом. 3. Смотри. АН-4-181. 4. Формулы Чхан раскрываются по стандартной схеме, как, например, в АН-9-32. 5. Стоит отметить, что, начиная с этого уровня, формы отсутствуют в списке созерцаемых феноменов. 6. Комментарий. Почему не упомянута сфера невосприятия, ни невосприятия? Из-за ее утонченности. 4. Бесформенных совокупности в этом достижении настолько утончены, что они недостаточно видимы для изучения посредством прозрения для достижения араханства. Поэтому Будда говорит, проникновение в окончательные знания, то есть в араханство, имеет место до той степени, до которой доходят медитативные достижения, сопровождаемые восприятием. Ананда сутта, Ананда. АН-9-37. Однажды достопочтенный Ананда пребывал в Касамбе в парке Кхаситы. Там достопочтенный Ананда обратился к монахам, друзья монахи. Друг. Отвечали те монахи. Достопочтенный Ананда сказал, удивительно и поразительно, друзья, что благословенный, арахант, полностью просветленный, который знает и видит, открыл достижение бреши среди ограничений. 1. Ради очищения существ, ради одоления печали и стенания, ради угасания боли и уныния, ради обретения метода, ради осуществления анимбаны. 1. Сам глаз, как и те формы, в действительности будут наличествовать, и все же медитирующий не будет переживать эту сферу. 2. Само ухо, как и те звуки, в действительности будут наличествовать, и все же медитирующий не будет переживать эту сферу. 3. Сам нос, как и те запахи, в действительности будут наличествовать, и все же медитирующий не будет переживать эту сферу. 4. Сам язык, как и те вкусы, в действительности будут наличествовать, и все же медитирующий не будет переживать эту сферу. 5. Само тело, как и те тактильные ощущения, в действительности будут наличествовать, и все же медитирующий не будет переживать эту сферу. 2. Когда так было сказано, достопочтенный Удай обратился к достопочтенному Ананде, друг Ананда, он не переживает эту сферу, когда он, в действительности, воспринимает, или когда он не воспринимает? 3. Друг, когда он, в действительности, воспринимает, он не переживает эту сферу, а не когда он не воспринимает. Но, друг, что он воспринимает, когда он не переживает эту сферу? 6. Вот, друг, с полным преодолением восприятий форм, с угасанием восприятий, вызываемых органами чувств, не обращающих внимания на восприятие множественности, воспринимая, пространство безгранична, монах входит и пребывает в сфере безграничного пространства. Когда он воспринимает так, он не переживает эту сферу. 7. Далее, друг, с полным преодолением сферы безграничного пространства, воспринимая, сознание безгранична, монах входит и пребывает в сфере безграничного сознания. Когда он воспринимает так, он не переживает эту сферу. 8. Далее, друг, с полным преодолением сферы безграничного сознания, воспринимая, здесь ничего нет, монах входит и пребывает в сфере отсутствия всего. Когда он воспринимает так, он не переживает эту сферу. Однажды, друг, я пребывал в Сакете валением парке у рощи Анджаны. И тогда монахиня Джатилагахия подошла ко мне, поклонилась, встала рядом и сказала, достопочтенная Нанда, сосредоточение, которое не уклоняется вперед или нет назад, не сдерживается насильственным подавлением, будучи освобожденным, оно устойчиво. Будучи устойчивым, оно удовлетворено. Будучи удовлетворенным, у медитирующего не взволнован. Достопочтенная Нанда, что, по словам благословенного, является плодом этого сосредоточения? 9. Когда она меня спросила так, я ответил, сестра, сосредоточение, которое не уклоняется вперед или нет назад, не сдерживается насильственным подавлением, будучи освобожденным, оно устойчиво. Будучи устойчивым, оно удовлетворено. Будучи удовлетворенным, у медитирующего не взволнован. Благословенный сказал, что плодом этого сосредоточения является окончательное знание. Когда он воспринимает и так то же, друг, он также не переживает эту сферу. 4. 1. Смотри примечания КСН 2.7, а также АН 9.42. 2. Примечания переводчика СВ. Очевидно, речь идет о пяти внутренних и внешних сферах чувств, сфере глаза и форм, сфере уха и звуков и т.д. Когда говорится, что он не воспринимает этой сферы, то это означает, что он не воспринимает ничего материального, ни глаза, ни формы, ни уха, ни звуков и т.д. 3. Примечания переводчика СВ. Имеется в виду, обладает ли он восприятием Санья, в этот момент, или не обладает. 4. Примечания переводчика СВ. Очевидно, здесь речь идет о прямом восприятии Неббаны. Смотри, например, АН 11.7. Лакаятика Сутта, Космологи. АН 9.38. И тогда два брахмана-космолога подошли к благословенному и обменялись с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями они сели рядом и сказали ему, «Мастер Гатама, Пуранакасапа утверждает, что является всезнающим и всевидящим, что обладает всеохватывающим знанием и видением, иду ли я, стою, сплю или бодрствую, знания и видения непрерывно и постоянно присутствуют во мне». Он говорит, с безграничным знанием я пребываю, зная и видя, что мир безграничен. Но Нигантхан Атапутта также утверждает, что является всезнающим и всевидящим, что обладает всеохватывающим знанием и видением, иду ли я, стою, сплю или бодрствую, знания и видения непрерывно и постоянно присутствуют во мне. Он говорит, с безграничным знанием я пребываю, зная и видя, что мир ограничен. Когда эти двое, заявляющие о знании, делают два взаимно противоположных утверждения, то кто из них говорит правдиво, а кто ошибочно? Довольно, Брахманы, оставьте этот вопрос. Когда эти двое, заявляющие о знании, делают два взаимно противоположных утверждения, то кто из них говорит правдиво, а кто ошибочно? Я научу вас Дхамме. Слушайте внимательно. Я буду говорить. Да, почтенный, ответили брахманы. Благословенный сказал, представьте, брахманы, как если бы по четырем сторонам света стояли бы четыре человека, обладающие величайшим движением, скоростью, и шагом. Они обладали бы такой скоростью, что могли бы перемещаться так же быстро, как если бы лучник с мощным луком, обученный, ловкий, натренированный, опытный, мог бы без труда выпустить по тени банановой пальмы легкую стрелу. Их шаг был таким огромным, что он мог бы покрыть все расстояние от Восточного океана до Западного океана. И тогда человек, стоящий на восточной стороне, сказал бы, я доберусь до края мира посредством передвижения. Обладает такой скоростью и таким шагом, имея срок жизни в сотню лет. Живя в течение сотни лет, он передвигался бы в течение ста лет, если не считать остановок на то, чтобы поесть, попить, пообедать и перекусить, помочиться и спражниться, поспать, чтобы развеять усталость. И все же, он бы умер по пути, так и не достигнув края мира. Затем человек, стоящий на западной стороне. Затем человек, стоящий на северной стороне. Затем человек, стоящий на южной стороне, сказал бы, я доберусь. И все же, он бы умер по пути, так и не достигнув края мира. И почему? Потому что, брахманы, я говорю вам, что такой перебежки нельзя узнать, увидеть или достичь края мира. Но все же, я говорю вам, что, не дойдя до края мира, нельзя положить конец страданиям. 1. Есть пять нити чувственных удовольствий, брахманы, которые называются миром в учении благородных. Какие пять? Формы, познаваемые глазом, милые, приятные, чарующие, привлекательные, воспаляющие желания, соблазнительные. Звуки, запахи, вкусы. Тактильные ощущения, познаваемые телом, милые, приятные, чарующие, привлекательные, воспаляющие желания, соблазнительные. Таковы пять нити чувственных удовольствий, называемых миром в учении благородных. 1. Вот, брахманы, будучи отстраненным от чувственных удовольствий, отстраненным от неблагих состояний ума, монах входит и пребывает в первой джхане, которая сопровождается направлением и удержанием ума на объекте медитации, с восторгом и удовольствием, которые возникли из-за этой отстраненности. 2. Такой зовется монахом, который, дойдя до края мира, пребывает на краю мира. Другие скажут о нем, он тоже находится в мире. Он также еще не освобожден от мира. И я говорю так, он тоже находится в мире. Он также еще не освобожден от мира. 2.4. Далее. Монах входит и пребывает во второй джхане. 3. 4. 2. Такой зовется монахом, который, дойдя до края мира, пребывает на краю мира. Другие скажут о нем, он тоже находится в мире. Он также еще не освобожден от мира. И я говорю так, он тоже находится в мире. Он также еще не освобожден от мира. 5.8. Далее, с полным преодолением восприятия форм. Монах входит и пребывает в сфере безграничного пространства. Сфере безграничного сознания. Сфере отсутствия всего. Сфере невосприятия, не невосприятия. Другие скажут о нем, он тоже находится в мире. Он также еще не освобожден от мира. И я говорю так, он тоже находится в мире. Он также еще не освобожден от мира. 9. Далее, с полным преодолением сферы невосприятия, не невосприятия, монах входит и пребывает в прекращении восприятия и чувствования, и, когда он увидел это мудростью, его пятна загрязнения ума полностью уничтожились. Такой зовется монахом, который, дойдя до края мира, пребывает на краю мира, и который пересек привязанность к миру. 1. Примечание переводчика С.В. 2. Очевидно, в этой метафоре под краем мира понимается некая отдаленная граница, за пределами которой материя прекращается, и до которой, как могло бы показаться этим брахманам-космологам, можно добраться, если очень долго идти, передвигаться, в одну и ту же сторону. Будда, имея в виду Нигбану, где материя и сознание прекращаются, говорит, что такая область действительно есть. Смотри предыдущую АН-9-37, СН-1-27, а также СН-35-117, но она не находится где-то далеко в пространстве, и поэтому до нее невозможно добраться перед движением, но можно, и нужно, добраться до нее, реализовать ее прямым знанием-видением, посредством медитации. 2. Здесь и далее медитативные достижения раскрываются по стандартной формуле, как, например, в АН-9-32. Дева сутта, Девы. АН-9-39. Благословенный сказал, монахи, как-то раз Девы и Асуры выстроились на битву. В той битве Асуры победили, а Девы проиграли. Потерпев поражение, Девы отступали на север, а Асуры преследовали их. И тогда мысль пришла к Девам, Асуры все еще преследуют нас. Что если мы сразимся с ними во второй раз? И во второй раз Девы сразились с Асурами, и во второй раз Асуры победили, а Девы проиграли. Потерпев поражение, Девы отступали на север, а Асуры преследовали их. И тогда мысль пришла к Девам, Асуры все еще преследуют нас. Что если мы сразимся с ними в третий раз? И в третий раз Девы сразились с Асурами, и в третий раз Асуры победили, а Девы проиграли. Потерпев поражение и испугавшись, Девы вошли в свой город. После того, как Девы вошли в свой город, мысль пришла к ним, теперь мы спасены от опасности, и Асуры ничего не смогут с нами сделать. И к Асурам пришла та же мысль, Дэвы теперь спасены от опасности, и мы ничего не сможем с ними сделать. Монахи, как-то раз Дэвы и Асуры выстроились на битву. В той битве Дэвы победили, а Асуры проиграли. Потерпев поражение, Асуры отступали на юг, а Дэвы преследовали их. И тогда мысль пришла к Асурам, Дэвы все еще преследуют нас. Что если мы сразимся с ними во второй раз? И во второй раз асуры сразились с дэвами, и во второй раз дэвы победили, а асуры проиграли. Потерпев поражение, асуры отступали на юг, а дэвы преследовали их. И тогда мысль пришла к асурам, дэвы все еще преследуют нас. Что если мы сразимся с ними в третий раз? И в третий раз асуры сразились с дэвами, и в третий раз дэвы победили, а асуры проиграли. Потерпев поражение и испугавшись, асуры вошли в свой город. После того, как асуры вошли в свой город, мысль пришла к ним, теперь мы спасены от опасности, и да и вы ничего не смогут с нами сделать. И к дэвам пришла та же мысль, асуры теперь спасены от опасности, и мы ничего не сможем с ними сделать. Один, точно так же, монахи, когда будучи отстраненным от чувственных удовольствий, отстраненным от неблагих состояний ума, монах входит и пребывает в первой джхане, которая сопровождается направлением и удержанием ума на объекте медитации, с восторгом и удовольствием, которые возникли из-за этой отстраненности, то в этом случае мысль приходит к монаху, теперь я спасен от опасности, и Мара ничего не сможет со мной сделать. И к злому Маре приходит та же мысль, монах теперь спасен от опасности, и я ничего не могу с ним сделать. Два-четыре, когда монах входит и пребывает во второй джхане. Третьей. Четвертой джхане. Один, то в этом случае мысль приходит к монаху, теперь я спасен от опасности, и Мара ничего не сможет со мной сделать. И к злому Маре приходит та же мысль, монах теперь спасен от опасности, и я ничего не могу с ним сделать. 5. Когда с полным преодолением восприятия форм, с угасанием восприятий, вызываемых органами чувств, не обращающих внимания на восприятие множественности, воспринимая, пространство безгранично, монах входит и пребывает в сфере безграничного пространства, то в этом случае он зовется монахом, который ослепил Мару, всецело выколол глаза Мары и вышел за пределы взора злого Мары. 6. Когда с полным преодолением, монах входит и пребывает в сфере безграничного сознания, сфере отсутствия всего, сфере невосприятия, не невосприятия, то в этом случае он зовется монахом, который ослепил Мару, всецело выколол глаза Мары и вышел за пределы взора злого Мары. 9. Когда с полным преодолением сферы невосприятия, не невосприятия, монах входит и пребывает в прекращении восприятия и чувствования, и, когда он увидел это мудростью, его пятна загрязнения ума полностью уничтожились, то в этом случае он зовется монахом, который ослепил Мару, всецело выколол глаза Мары и вышел за пределы взора злого Мары, и который пересек привязанность к миру. 1. Здесь и далее медитативные достижения раскрываются по стандартной формуле, как, например, в Айан 9.32. 1. Огромный лесной слон Айан 9.40. Благословенный сказал, монахи, когда огромный лесной слон направляется на пастбище, другие слоны, самцы, самки, молодняк и маленькие слонята, идут впереди него и ломают верхушки травы, то от этого он чувствует отторжение, унижение, отвращение. Когда огромный лесной слон направляется на пастбище, другие слоны, самцы, самки, молодняк и маленькие слонята, идут погнутые и поломают ветки, то от этого он чувствует отторжение, унижение, отвращение. Когда огромный лесной слон вошел в водоем, а другие слоны, самцы, самки, молодняк и маленькие слонята, опережают его и мутят своими хоботами воду, то от этого он чувствует отторжение, унижение, отвращение. Когда огромный лесной слон вышел из водоема, а слонихи проходят, обтираясь о его тело, то от этого он чувствует отторжение, унижение, отвращение. И тогда мысль приходит к огромному лесному слону, сейчас я живу будучи окруженным другими слонами, самцами, самками, молодняком и маленькими слонятами. Ем траву с поломанными верхушками, а они едят мои погнутые и поломанные ветки. Я пью мутную воду, а когда выхожу из водоема, слонихи проходят, обтираясь о мое тело. Что если я буду проживать один вдали от стада? И спустя какое-то время он проживает один вдали от стада. И тогда он ест траву с неполоманными верхушками, никто не ест его погнутые и поломанные ветки, он пьет чистую воду, а когда выходит из водоема, слонихи не обтираются о его тело. И тогда мысль приходит к огромному лесному слону, в прошлом я жил будучи окруженным другими слонами. Проходили, обтираясь о мое тело. Но теперь я живу один, вдали от стада. Я ем траву. Не обтираются о мое тело. Сломав охапку веток своим хаботам, потеряв ей свое тело, он, будучи довольным, утоляет свой зуд. Точно так же, монахи, когда монах пребывает в окружении монахов, монахинь, мирян, мирянок, царей и царских министров, учителей иных учений, учеников учителей иных учений, то в этом случае мысль приходит к нему, сейчас я живу, будучи окруженным монахами, учениками учителей иных учений. Что если я буду проживать один, вдали от общества? Он затворяется в уединенном обиталище, в лесу, у подножья дерева, на горе, в узкой горной долине, в пещере на склоне холма, на кладбище, в лесной роще, на открытом пространстве, у стога соломы. Уйдя в лес, к подножью дерева или в пустую хижину, он садится со скрещенными ногами, выпрямив тело и установив осознанность впереди. Оставив жажду к миру, он пребывает с осознанным умом, лишенным жажды. Он очищает свой ум от жажды. Оставив недоброжелательность и злость, он пребывает с осознанным умом, лишенным недоброжелательности, желающий блага всем живым существам. Он очищает свой ум от недоброжелательности и злости. Оставив лень и апатию, он пребывает с осознанным умом, лишенным лень и апатии, осознанный, бдительный, воспринимая свет. Он очищает свой ум от лень и апатии. Оставив неугомонность и сожаление, он пребывает без взволнованности с внутренне умиротворенным умом. Он очищает свой ум от неугомонности и сожаления. Отбросив сомнений, он пребывает, выйдя за пределы сомнения, не имея неясности в отношении благих умственных качеств. Он очищает свой ум от сомнения. 1. Отбросив эти пять помех, загрязнений ума, качеств, что ослабляют мудрость, он, отстраненный от чувственных удовольствий, отстраненный от неблагих состояний ума, входит и пребывает в первой джхане, которая сопровождается направлением и удержанием ума на объекте медитации, а также восторгом и удовольствием, что рождены этим отбрасыванием. Будучи счастливым, он утоляет свой зуд. 2. С угасанием направления и удержания он входит и пребывает во второй джхане. 1. В третьей. В четвертой. В сфере безграничного пространства. В сфере безграничного сознания. В сфере отсутствия всего. В сфере невосприятия, не невосприятия. Входит и пребывает в прекращении восприятия и чувствования, и, когда он увидел это мудростью, его пятна загрязнений ума полностью уничтожились. Будучи счастливым, он утоляет свой зуд. 1. Здесь и далее медитативные достижения раскрываются по стандартной формуле, как, например, в А.Н. 9.32. Тепуса сутта, Тепуса. А.Н. 9.41. Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в стране Малов, где находился город Малов под названием Урувилакопа. И тогда, утром, Благословенный оделся, взял чашлю одеяния и вошел в Урувилакопу собирать подаяния. Походив по Урувилакопу за подаяниями, после принятия пищи, вернувшись с хождения за подаяниями, он обратился к Достопочтенному Ананде, «Оставайся здесь, Ананда, а я пойду в Великий лес, чтобы провести там остаток дня». «Да, учитель», — ответил Достопочтенный Ананда. Затем Благословенный вошел в Великий лес и сел у подножья дерева, чтобы провести здесь остаток дня. И тогда домохозяин Тапуса подошел к Достопочтенному Ананде, поклонился ему, сел рядом и сказал, «Господин Ананда, мы, миряне, наслаждаемся чувственными удовольствиями, получаем удовольствие от чувственных удовольствий, радуемся чувственным удовольствием, восхищаемся чувственными удовольствиями. Отречение от чувственных удовольствий для нас подобно пропасти. Я слышал, что в этой Дхамме Ивинае есть очень юные монахи, чьи умы склонились к отречению и стали безмятежными, утвержденными, освобожденными в нем, видя его умиротворяющим. Отречение, господин, есть та самая грань между простыми людьми и монахами в этой Дхамме Ивинае. Это, домохозяин, следует обсуждать с Благословенным. Ну же, пойдем к Благословенному и расскажем ему об этом. Затем мы запомним объяснение Благословенного. «Да, господин», — ответил домохозяин Тапуса. И тогда достопочтенный Ананда вместе с домохозяином Тапуса отправился к Благословенному, поклонился ему, сел рядом и сказал, «Учитель, этот домохозяин Тапуса говорит так, «Господин Ананда, мы, миряне, наслаждаемся чувственными удовольствиями. Грань между простыми людьми и монахами в этой Дхамме Ивинае. Так оно, Ананда. Так оно, Ананда. Один, до моего просветления, пока я все еще был непросветленным Бодхисаттой, мысль пришла ко мне, отречение – это хорошо, уединение – это хорошо. И все же мой ум не склонялся к отречению и не становился безмятежным, утвержденным, освобожденным в нем, хотя я видел его умиротворяющим. Мысль пришла ко мне, почему мой ум не склоняется к отречению, не становится безмятежным, утвержденным, освобожденным в нем, хотя я вижу его умиротворяющим. И тогда мысль пришла ко мне, я не увидел опасности в чувственных удовольствиях, не взрастил этого прозрения. Я не достиг блага в отречении и не устремлялся к нему. Поэтому мой ум не склоняется к отречению и не становится безмятежным, утвержденным, освобожденным в нем, хотя я вижу его умиротворяющим. И тогда, Ананда, мысль пришла ко мне, если бы, увидев опасность в чувственных удовольствиях, я бы стал взращивать это прозрение, и если, достигнув блага отречения, я бы стал устремляться к нему, то тогда, возможно, мой ум устремился бы к отречению и стал безмятежным, утвержденным, освобожденным в нем, ведь я видел его умиротворяющим. И через некоторое время, увидев опасность в чувственных удовольствиях, я взрастил это прозрение и достиг блага отречения, я устремлялся к нему. Мой ум склонился к отречению и стал безмятежным, утвержденным, освобожденным в нем, ведь я видел его умиротворяющим. И через некоторое время, Ананда, будучи отстраненным от чувственных удовольствий, отстраненным от неблагих состояний ума, я вошел и пребывал в первой джхане. По мере того, как я пребывал в этом состоянии, восприятие и внимании, сопровождаемое чувственностью, возникли во мне, и я ощутил это недугом. Подобно тому, как в человеке, переживающем приятные, возникшая боль только лишь беспокоила бы его, то точно так же, когда восприятие и внимании, сопровождаемое чувственностью, возникли во мне, я ощутил это недугом. Два, затем, Ананда, мысль пришла ко мне, что если я с угасанием направления и удержания ума на объекте войду и буду пребывать во второй джхане, в которой наличествует внутренняя уверенность и единение ума, в которой нет направления и удержания, но есть восторг и удовольствие, которые возникли посредством сосредоточения. И все же мой ум не склонялся к отсутствию направления ума на объект, не становился безмятежным, утвержденным, освобожденным в этом, хотя я видел это умиротворяющим. Мысль пришла ко мне, почему мой ум не склоняется? Мысль пришла ко мне, я не увидел опасности в направлении ума на объекте и не взрастил этого прозрения. Я не достиг блага в отсутствии направления ума и не устремлялся к этому. Поэтому мой ум не склоняется к отсутствию направления ума и не становится безмятежным, утвержденным, освобожденным в этом, хотя я вижу это умиротворяющим. И тогда, Ананда, мысль пришла ко мне, если бы, увидев опасность в направлении ума, я бы стал взращивать это прозрение, и если, достигнув блага отсутствия направления ума, я бы стал устремляться к этому, то тогда, возможно, мой ум устремился бы к отсутствию направления ума и стал бы безмятежным, утвержденным, освобожденным в этом, ведь я вижу это умиротворяющим. И через некоторое время, увидев опасность в направлении ума, я взрастил это прозрение и достиг блага отсутствия направления ума, я устремлялся к этому. Мой ум склонился к отсутствию направления ума и стал безмятежным, утвержденным, освобожденным в этом, ведь я видел это умиротворяющим. И через некоторое время, Ананда, с угасанием направления и удержания ума на объекте, я вошел и пребывал во второй джхане, в которой наличествует внутренняя уверенность и единение ума, в которой нет направления и удержания, но есть восторг и удовольствие, которые возникли посредством сосредоточения. По мере того, как я пребывал в этом состоянии, восприятие и внимании, сопровождаемое направлением ума, возникли во мне, и я ощутил это недугом. Подобно тому, как в человеке, переживающем приятные, возникшая боль только лишь беспокоила бы его, то точно так же, когда восприятие и внимании, сопровождаемое направлением ума, возникли во мне, я ощутил это недугом. 3. Затем, Ананда, мысль пришла ко мне, что если с угасанием восторга я буду пребывать невозмутимым, осознанным, бдительным и ощущать приятное телом, я войду и буду пребывать в третьей джхане, о которой благородные говорят так, он невозмутим, осознан, пребывает в удовольствии. И все же мой ум не склонялся к отсутствию восторга. Я не увидел опасности в восторге. И через некоторое время, увидев опасность в восторге, я взрастил это прозрение. И через некоторое время, Ананда, с угасанием восторга, я вошел и пребывал в третьей джхане. Когда восприятие и внимании, сопровождаемое восторгом, возникли во мне, я ощутил это недугом. 4. Затем, Ананда, мысль пришла ко мне, что если с оставлением удовольствия и боли, равно как и с предыдущим угасанием радости и недовольства, я войду и буду пребывать в четвертой джхане, которая неприятно и неболезненно, характерна чистейшей осознанностью из-за невозмутимости? И все же мой ум не склонялся к отсутствию удовольствия и боли. Я не увидел опасности в удовольствии, связанном с невозмутимостью. И через некоторое время, увидев опасность в удовольствии, связанном с невозмутимостью, я взрастил это прозрение. И через некоторое время, Ананда, с угасанием удовольствия и боли, я вошел и пребывал в четвертой джхане. Когда восприятие внимания, сопровождаемое удовольствием, связанным с невозмутимостью, возникли во мне, я ощутил это недугом. 5. Затем, Ананда, мысль пришла ко мне, что если с полным преодолением восприятия форм, с угасанием восприятий, вызываемых органами чувств, не обращающих внимания на восприятие множественности, воспринимая, пространство безгранично, я войду и буду пребывать в сфере безграничного пространства? И все же мой ум не склонялся к сфере безграничного пространства. Я не увидел опасности в формах. И через некоторое время, увидев опасность в формах, я взрастил это прозрение. И через некоторое время, Ананда, с полным преодолением восприятия форм, я вошел и пребывал в сфере безграничного пространства. Когда восприятие внимания, сопровождаемые формами, возникли во мне, я ощутил это недугом. 6. Затем, Ананда, мысль пришла ко мне, что если с полным преодолением сферы бесконечного пространства, воспринимая, сознание безгранично, Я войду и буду пребывать в сфере безграничного сознания?» И все же мой ум не склонялся к сфере безграничного сознания. Я не увидел опасности в сфере безграничного пространства. И через некоторое время, увидев опасность в сфере безграничного пространства, я взрастил это прозрение. И через некоторое время, Ананда, с полным преодолением сферы безграничного пространства, я вошел и пребывал в сфере безграничного сознания. Когда восприятие и внимание, сопровождаемые сферой безграничного пространства, возникли во мне, я ощутил это недугом. 7. Затем, Ананда, мысль пришла ко мне, что если с полным преодолением сферы безграничного сознания, воспринимая, здесь ничего нет, я войду и буду пребывать в сфере отсутствия всего? И все же мой ум не склонялся к сфере отсутствия всего. Я не увидел опасности в сфере безграничного сознания. И через некоторое время, увидев опасность в сфере безграничного сознания, я взрастил это прозрение. И через некоторое время, Ананда, с полным преодолением сферы безграничного сознания, я вошел и пребывал в сфере отсутствия всего. Когда восприятие и внимание, сопровождаемые сферой безграничного сознания, возникли во мне, я ощутил это недугом. 8. Затем, Ананда, мысль пришла ко мне, что если с полным преодолением сферы отсутствия всего я войду и буду пребывать в сфере невосприятия, не невосприятия? И все же мой ум не склонялся к сфере невосприятия, не невосприятия. Я не увидел опасности в сфере отсутствия всего. И через некоторое время, увидев опасность в сфере отсутствия всего, я взрастил это прозрение. И через некоторое время, Ананда, с полным преодолением сферы отсутствия всего я вошел и пребывал в сфере невосприятия, не невосприятия. Когда восприятие и внимание, сопровождаемые сферой отсутствия всего, возникли во мне, я ощутил это недугом. 9. Затем, Ананда, мысль пришла ко мне, что если с полным преодолением сферы невосприятия, ни невосприятия, я войду и буду пребывать в прекращении восприятия и чувствования. И все же мой ум не склонялся к прекращению восприятия и чувствования, не становился безмятежным, утвержденным, освобожденным в этом, хотя я видел это умиротворяющим. Мысль пришла ко мне, почему мой ум не склоняется? Мысль пришла ко мне, я не увидел опасности в сфере невосприятия, ни невосприятия и не взрастил этого прозрения. Я не достиг блага в прекращении восприятия и чувствования и не устремлялся к этому. Поэтому мой ум не склоняется к прекращению восприятия чувствования и не становится безмятежным, утвержденным, освобожденным в этом, хотя я вижу это умиротворяющим. И тогда, Ананда, мысль пришла ко мне, если бы, увидев опасность в сфере невосприятия, не невосприятия, я бы стал взращивать это прозрение, если, достигнув блага в прекращении восприятия чувствования, я бы стал устремляться к этому, то тогда, возможно, мой ум устремился бы к прекращению восприятия и чувствования и стал бы безмятежным, утвержденным, освобожденным в этом, ведь я вижу это умиротворяющим. И через некоторое время, увидев опасность в сфере невосприятия, не невосприятия, я взрастил это прозрение и достиг блага прекращения восприятия и чувствования, я устремлялся к этому. Мой ум склонился к прекращению восприятия и чувствования и стал безмятежным, утвержденным, освобожденным в этом, ведь я видел это умиротворяющим. И через некоторое время, «Ананда, с полным преодолением сферы невосприятия, не невосприятия, я вошел и пребывал в прекращении восприятия и чувствования, и, когда я увидел это мудростью, мои пятна загрязнения ума полностью уничтожились. Покуда, Ананда, я не достиг и не вышел из этих девяти достижений последовательных пребываний в прямом порядке и в обратном порядке, я не заявлял о том, что пробудился в непревзойденное совершенное просветление в этом мире с его дэвами, Марой, Брахмой, с его поколениями жрецов и отшельников, богов и людей. Но когда я достиг и вышел из этих девяти достижений последовательных пребываний в прямом порядке и в обратном порядке, то тогда я заявил, что пробудился в непревзойденное совершенное просветление в этом мире с его дэвами, Марой, Брахмой, с его поколениями жрецов и отшельников, богов и людей. Знания и видения возникли во мне, непоколебимо мое освобождение ума. Это мое последнее рождение. Не будет боли иного существования». САМБАТХА СУТТА, ОГРАНИЧЕНИИ АН 9.42 «Так я слышал. Однажды Достопочтенный Ананда пребывал в Касамбю в парке Кхаситы. И тогда Достопочтенный Удай подошел к Достопочтенному Ананде и обменялся с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями он сел рядом и сказал Достопочтенному Ананде, друг, так было сказано молодым древом Панчелачендой. Один. Он бык, ведущий стада, он мудрец. Будда, который пробудился в Чхану, обширной мудростью он наделен, и он нашел брешь, выводящую из всех ограничений. О чем, друг, благословенный говорил как об ограничении, и о чем как об брешье среди ограничений? Два. Друг, благословенный говорил о пяти нитих чувственных удовольствий как об ограничении. Каких пяти? В формах, познаваемых глазом, милых, приятных, чарующих, привлекательных, воспаляющих желаний, соблазнительных звуках, запахах, вкусах, тактильных ощущениях, познаваемых телом, милых, приятных, чарующих, привлекательных, воспаляющих желаний, соблазнительных. Благословенный говорил об этих пяти нитих чувственных удовольствий как об ограничении. Один, вот, друг, будучи отстраненным от чувственных удовольствий, отстраненным от неблагих состояний ума, монах входит и пребывает в первой джхане, которая сопровождается направлением и удержанием ума на объекте медитации, с восторгом и удовольствием, которые возникли из-за этой отстраненности. До этой степени благословенный говорил о достижении бреши среди ограничений в условном смысле, три. Ведь здесь также есть ограничение. И какое здесь ограничение? Любое направление и удержание ума на объекте медитации, которое не прекратило здесь, является в данном случае ограничением. Два, далее, друг, с угасанием направления и удержания ума на объекте монах входит и пребывает во второй джхане, в которой наличествует внутренняя уверенность и единение ума, в которой нет направления и удержания, но есть восторг и удовольствие, которые возникли посредством сосредоточения. И до этой степени Благословенный говорил о достижении бреши среди ограничений в условном смысле. Ведь здесь также есть ограничение. И какое здесь ограничение? Любой восторг, который не прекратился здесь, является в данном случае ограничением. Далее, друг, с угасанием восторга монах пребывает невозмутимым, осознанным, бдительным и ощущает приятное телом. Он входит и пребывает в третьей джхане, о которой благородные говорят так, он невозмутим, осознан, пребывает в удовольствии. И до этой степени Благословенный говорил о достижении бреши среди ограничений в условном смысле. Ведь здесь также есть ограничение. И какое здесь ограничение? Любое удовольствие, связанное с невозмутимостью, которое не прекратило здесь, является в данном случае ограничением. 4. Далее, друг, с оставлением удовольствия и боли, равно как и с предыдущим угасанием радости и недовольства, монах входит и пребывает в четвертой джхане, которая неприятно неболезненно, характерна чистейшей осознанностью из-за невозмутимости. И до этой степени Благословенный говорил о достижении бреши среди ограничений в условном смысле. Ведь здесь также есть ограничение. И какое здесь ограничение? Любое восприятие формы, которое не прекратило здесь, является в данном случае ограничением. 5. Далее, друг, с полным преодолением восприятия форм, с угасанием восприятий, вызываемых органами чувств, не обращающих внимания на восприятие множественности, воспринимая, пространство безгранично, монах входит и пребывает в сфере безграничного пространства. И до этой степени Благословенный говорил о достижении бреши среди ограничений в условном смысле. Ведь здесь также есть ограничение. И какое здесь ограничение? Любое восприятие сферы безграничного пространства, которое не прекратило здесь, является в данном случае ограничением. 6. Далее, друг, с полным преодолением сферы безграничного пространства, воспринимая, сознание безгранично, монах входит и пребывает в сфере безграничного сознания. И до этой степени Благословенный говорил о достижении бреши среди ограничений в условном смысле. Ведь здесь также есть ограничение. И какое здесь ограничение? Любое восприятие сферы безграничного сознания, которое не прекратило здесь, является в данном случае ограничением. 7. Далее, друг, с полным преодолением сферы безграничного сознания, воспринимая, здесь ничего нет, монах входит и пребывает в сфере отсутствия всего. И до этой степени Благословенный говорил о достижении бреши среди ограничений в условном смысле. Ведь здесь также есть ограничение. И какое здесь ограничение? Любое восприятие сферы отсутствия всего, которое не прекратило здесь, является в данном случае ограничением. 8. Далее, друг, с полным преодолением сферы отсутствия всего монах входит и пребывает в сфере невосприятия, не невосприятия. И до этой степени Благословенный говорил о достижении бреши среди ограничений в условном смысле. Ведь здесь также есть ограничение. И какое здесь ограничение? Любое восприятие сферы невосприятия, не невосприятия, которое не прекратило здесь, является в данном случае ограничением. 9. Далее, с полным преодолением сферы невосприятия и невосприятия, монах входит и пребывает в прекращении восприятия и чувствования, и, когда он увидел это мудростью, его пятна загрязнения ума полностью уничтожились. До этой степени Благословенный говорил о достижении бреши среди ограничений в неусловном смысле. 4. 1. Смотри. СН 2. 7, где Дева произносит эту страфу. 2. Смотри. АН 9. 37. 3. Комментарий поясняет, что Благословенный сказал так в отношении первой джханы только по одной единственной причине, она является спасением от ограничений пятью чувственными удовольствиями, но не более того, то есть не в абсолютном смысле и не во всех отношениях. 4. Комментарий. Уничтожение и загрязнение называется достижением бреши во всех отношениях не по единственному, причине, а потому что оно, это достижение, отбрасывает все виды ограничений. Кайсакхи сутта, засвидетельствовавший телом. АН 9. 43. Один монах обратился к другому, друг, засвидетельствовавший телом, засвидетельствовавший телом, так говорят. В каком смысле Благословенный говорил о засвидетельствовавшем телом? 1. 1. Вот, друг, будучи отстраненным от чувственных удовольствий, отстраненным от неблагих состояний ума, монах входит и пребывает в первой джхане, которая сопровождается направлением и удержанием ума на объекте медитации, с восторгом и удовольствием, которые возникли из-за этой отстраненности. Он пребывает, коснувшись этой сферы телом, каким бы образом она не достигалась. 2. До этой степени Благословенный говорил о засвидетельствовавшем телом в условном смысле. 2. 4. Далее, друг. Монах входит и пребывает во второй джхане. 3. 4 джхане. 3. Он пребывает, коснувшись этой сферы телом, каким бы образом она не достигалась. И до этой степени также Благословенный говорил о засвидетельствовавшем телом в условном смысле. 5. 8. Далее, друг, с полным преодолением восприятия форм. Монах входит и пребывает в сфере безграничного пространства. В сфере безграничного сознания. В сфере отсутствия всего. В сфере невосприятия, не невосприятия. Он пребывает, коснувшись этой сферы телом, каким бы образом она не достигалась. И до этой степени также Благословенный говорил о засвидетельствовавшем телом в условном смысле. 9. Далее, друг, с полным преодолением сферы невосприятия, не невосприятия, монах входит и пребывает в прекращении восприятия и чувствования, и, когда он увидел это мудростью, его пятна загрязнения ума полностью уничтожились. Он пребывает, коснувшись этой сферы телом, каким бы образом она не достигалась. До этой степени, друг, Благословенный говорил о засвидетельствовавшем телом в неусловном смысле. 4. 1. В МН-70 приводится строгое объяснение засвидетельствовавшего телом, Кайсакхи. Это человек, который касается телом и пребывает в тех освобождениях, которые умиротворенные и бесформенные, превосходят формы, и, когда он увидел это мудростью, его пятна загрязнения ума полностью уничтожились. Однако в данной сути этот термин не попадает под такое определение и объясняется на основании игры слов. 5. Строго говоря, тот, кто достиг полного уничтожения загрязнений, не является засвидетельствовавшим телом, потому что эта категория относится только к тем, кто еще находится в процессе тренировки. 2. Комментарий. Какими бы средствами и каким бы образом ни существовала эта сфера, состоящая из первой джханы, теми же самыми средствами или тем же самым образом он пребывает, коснувшись этого достижения со существующим ментальным телом, сахаджита намакая на пхуситва. 3. Здесь и далее медитативные достижения раскрываются по стандартной формуле, как, например, в АН 9.32. 4. Как и в примечании номер один, даже этот неусловный смысл все равно является условным, поскольку, строго говоря, такой ученик, относящийся к категории засвидетельствовавшего телом, является именно учеником, а не арахантом. 4. Панья сутта, мудрость. АН 9.44. Один монах обратился к другому, друг, освобожденный мудростью, освобожденный мудростью, так говорят. В каком смысле благословенный говорил об освобожденном мудростью? 1. Один, вот, друг, будучи отстраненным от чувственных удовольствий, отстраненным от неблагих состояний ума, монах входит и пребывает в первой дшхане, которая сопровождается направлением и удержанием ума на объекте медитации, с восторгом и удовольствием, которые возникли из-за этой отстраненности. Он понимает это мудростью. До этой степени благословенный говорил об освобожденной мудростью в условном смысле. 2.4. Далее, друг. Монах входит и пребывает во второй джхане. 3.4. Далее, друг, с полным преодолением восприятия форм. Монах входит и пребывает в сфере безграничного пространства. В сфере безграничного сознания. В сфере отсутствия всего. В сфере невосприятия, не невосприятия. Он понимает это мудростью. И до этой степени благословенный говорил об освобожденном мудрости в условном смысле. 9. Далее, друг, с полным преодолением сферы невосприятия, не невосприятия, монах входит и пребывает в прекращении восприятия и чувствования, и, когда он увидел это мудростью, его пятна загрязнения ума полностью уничтожились. Он понимает это мудростью. До этой степени, друг, благословенный говорил об освобожденном мудрости в неусловном смысле. Один, в МН-70 приводится строгое объяснение освобожденного мудростью, Панниевимута. Это арахант, который не достигает бесформенных сфер. Этим он отличается от освобожденного в обоих отношениях, который уничтожил загрязнение, и достигает бесформенных сфер. Два, здесь и далее медитативные достижения раскрываются по стандартной формуле, как, например, в АН-9-32. Убхата-сутта, в обоих отношениях АН-9-45. Один монах обратился к другому, друг, освобожденный в обоих отношениях, освобожденный в обоих отношениях, так говорят. В каком смысле благословенный говорил об освобожденном в обоих отношениях? Один. Один, вот, друг, будучи отстраненным от чувственных удовольствий, отстраненным от неблагих состояний ума, монах входит и пребывает в первой джхане, которая сопровождается направлением и удержанием ума на объекте медитации, с восторгом и удовольствием, которые возникли из-за этой отстраненности. Он пребывает, коснувшись этой сферы телом, каким бы образом она ни достигалась, и он понимает это мудростью. До этой степени благословенный говорил об освобожденном в обоих отношениях в условном смысле. Два, четыре, далее, друг. Монах входит и пребывает во второй джхане. Третьей. Четвертой джхане. Два. Он пребывает, коснувшись этой сферы телом, каким бы образом она ни достигалась, и он понимает это мудростью. И до этой степени также благословенный говорил об освобожденном в обоих отношениях в условном смысле. Пять-восемь. Далее, друг, с полным преодолением восприятия форм. Монах входит и пребывает в сфере безграничного пространства. В сфере безграничного сознания. В сфере отсутствия всего. В сфере невосприятия, не невосприятия. Он пребывает, коснувшись этой сферы телом, каким бы образом она ни достигалась, и он понимает это мудростью. И до этой степени также благословенный говорил об освобожденном в обоих отношениях в условном смысле. Девять. Далее, друг, с полным преодолением сферы невосприятия, не невосприятия, монах входит и пребывает в прекращении восприятия и чувствования, и, когда он увидел это мудростью, его пятна загрязнения ума полностью уничтожились. Он пребывает, коснувшись этой сферы телом, каким бы образом она ни достигалась, и он понимает это мудростью. До этой степени благословенный говорил об освобожденном в обоих отношениях в неусловном смысле. Один, в МН-70 приводится строгое объяснение освобожденного в обоих отношениях. Это арахант, который уничтожил загрязнение, и достигает бесформенных сфер. Два, здесь и далее медитативные достижения раскрываются по стандартной формуле, как, например, в АН-9-32. ПАТХАМА САНДИТТХИКА СУТТА, НАПРЯМУЮ ВИДИМОЙ АН-9-46. Один монах обратился к другому, друг, напрямую видимая Дхамма, напрямую видимая Дхамма, так говорят. В каком смысле благословенный говорил о напрямую видимой Дхамме? Вот, друг, будучи отстраненным от чувственных удовольствий, отстраненным от неблагих состояний ума, монах входит и пребывает в первой джхане. Один. Далее, друг. Монах входит и пребывает во второй джхане. Третьей. Четвертой джхане. Далее, друг, с полным преодолением восприятия форм. Монах входит и пребывает в сфере безграничного пространства. В сфере безграничного сознания. В сфере отсутствия всего. В сфере невосприятия, не невосприятия. И до этой степени также благословенный говорил о напрямую видимой Дхамме в условном смысле. Далее, друг, с полным преодолением сферы невосприятия, не невосприятия, монах входит и пребывает в прекращении восприятия и чувствования. И, когда он увидел это мудростью, его пятна загрязнения ума полностью уничтожились. До этой степени благословенный говорил о напрямую видимой Дхамме в неусловном смысле. Один. Здесь и далее текст сутты и медитативные достижения раскрываются как в предыдущих суттах, например, в АН 9.45. Дутиэсэндитхика сутта, напрямую видимая 2. АН 9.47. Один монах обратился к другому, друг, напрямую видимая Ниббана, напрямую видимая Ниббана, так говорят. В каком смысле благословенный говорил о напрямую видимой Ниббане? 1.8. Вот, друг, будучи отстраненным от чувственных удовольствий, отстраненным от неблагих состояний ума, монах входит и пребывает в первой джхане. 1. Далее, друг, с угасанием. Монах входит и пребывает во второй джхане. 3. Четвертый джхане. Далее, друг, с полным преодолением восприятия форм. Монах входит и пребывает в сфере безграничного пространства. В сфере безграничного сознания. В сфере отсутствия всего. В сфере невосприятия, не невосприятия. И до этой степени благословенный говорил о напрямую видимой Ниббане в условном смысле. 9. Далее, друг, с полным преодолением сферы невосприятия, не невосприятия, монах входит и пребывает в прекращении восприятия и чувствования, и, когда он увидел это мудростью, его пятна загрязнения ума полностью уничтожились. До этой степени благословенный говорил о напрямую видимой Ниббане в неусловном смысле. 2. 1. Здесь и далее текст сутты и медитативные достижения раскрываются как в предыдущих суттах, например, в А.Н. 9.45. 2. Примечание переводчика СВ – это одно из немногочисленных мест в каноне, где прекращение восприятия и чувствования – нирадхасамапати – напрямую приравнивается Ниббане. Если предыдущие медитативные состояния называются напрямую видимой Ниббаной в условном смысле, то прекращение восприятия и чувствования называется напрямую видимой Ниббаной в неусловном смысле, то есть последнее достижение является уже Ниббаной подлинной в отличие от предыдущих достижений. Сутты А.Н. 948-61 Сутты идентичны предыдущей А.Н. 947, но вместо «напрямую видимая Ниббана» здесь идет Ниббана, А.Н. 948, окончательная Ниббана, А.Н. 949, Ниббана в определенном отношении, А.Н. 950, Ниббана в этой самой жизни, А.Н. 951, безопасность, А.Н. 952, достигшие безопасности, А.Н. 953, бессмертные, А.Н. 954, достигшие бессмертного, А.Н. 955, бесстрашие, А.Н. 956, достигшие бесстрашие, А.Н. 957, безмятежность, А.Н. 958, последовательная безмятежность, А.Н. 959, прекращение, А.Н. 960, последовательное прекращение, А.Н. 961. А.Н. 962, Благословенный сказал, монахи, не отбросив этих девяти вещей, человек не способен реализовать араханство. Каких девяти? 1. Жажды, 2. Злобы, 3. Заблуждения, 4. Злости, 5. Враждебности, 6. Клеветы, 7. Презрения, 8. Зависти, 9. Скупости. Не отбросив этих девяти вещей, человек не способен реализовать араханство. Монахи, отбросив эти девять вещей, человек способен реализовать араханство. Какие девять? Жажду, скупость. Отбросив эти девять вещей, человек способен реализовать араханство. Сикхадубалия сутта, регресс в тренировке. А.Н. 963, Благословенный сказал, монахи, есть эти пять регрессы в тренировке. Какие пять? 1. Уничтожение жизни, 2. Взятие того, что не было дано, 3. Неблагое сексуальное поведение, 4. Ложь, 5. Потакание спиртным напитком, вину и одурманивающим веществам, что создают основу для беспечности. Таковы пять регрессов тренировки. 4. Основы осознанности следует развивать ради отбрасывания этих пяти регрессов тренировки. Какие 4? 6. Вот монах пребывает в созерцании тела в теле, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Он пребывает в созерцании, 7. Чувств в чувствах, 8. Умовыми, 9. Феномена в феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Эти четыре основы осознанности следует развивать ради отбрасывания этих пяти регрессов в тренировке. Неварана сутта, помехи. АН 9.64. Благословенный сказал, монахи, есть эти пять помех. Какие пять? 1. Помеха чувственного желания. 2. Помеха недоброжелательности. 3. Помеха лени и апатии. 4. Помеха неугомонности и сожаления. 5. Помеха сомнения. Таковы пять помех. Четыре основы осознанности следует развивать ради отбрасывания этих пяти помех. Какие четыре? 6. 9. Вот монах пребывает в созерцании тела в теле. Чувств в чувствах. Умовыми. Феномена в феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Эти четыре основы осознанности следует развивать ради отбрасывания этих пяти помех. Камагуна сутта «Чувственное удовольствие». АН 965. Благословенный сказал, монахи, есть эти пять нити чувственных удовольствий. Какие пять? Один, формы, познаваемые глазом. Два, звуки, познаваемые ухом. Три, запахи, познаваемые носом. Четыре, вкусы, познаваемые языком. Пять, тактильные ощущения, познаваемые телом, милые, приятные, чарующие, привлекательные, воспаляющие желания, соблазнительные. Таковы пять нити чувственных удовольствий. Четыре основы осознанности следует развивать ради отбрасывания этих пяти нити чувственных удовольствий. Какие четыре? Шесть-девять, вот монах пребывает в созерцании тела в теле. Чувств в чувствах. Умовыми. Феномена в феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Эти четыре основы осознанности следует развивать ради отбрасывания этих пяти нити чувственных удовольствий. У Паданакхандха сутта, совокупности, подверженные цеплянью. АН 966. Благословенный сказал, монахи, есть эти пять совокупностей. Совокупностей, подверженных цеплянью. Какие пять? Один, форма как совокупность, подверженная цеплянью. Два, чувства как совокупность, подверженная цеплянью. Три, восприятие как совокупность, подверженная цеплянью. Четыре, формации как совокупность, подверженная цеплянью. Пять, сознание как совокупность, подверженная цеплянью. Таковы пять совокупностей, подверженных цеплянью. Четыре основы осознанности следует развивать ради отбрасывания этих пяти совокупностей, подверженных цеплянью. Какие четыре? Шесть-девять, вот монах пребывает в созерцании тела в теле. Чувств в чувствах. Ума в уме. Феномена в феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Эти четыре основы осознанности следует развивать ради отбрасывания этих пяти совокупностей, подверженных цеплянью. Арамбхагия сутта, нижние оковы. АН 9.67. Благословенный сказал, монахи, есть эти пять нижних оков. Какие пять? Один, воззрение и осуществование я, два, сомнение, три, цепление за правила и предписание, четыре, чувственное желание, пять, недоброжелательность. Таковы пять нижних оков. Четыре основы осознанности следует развивать ради отбрасывания этих пяти нижних оков. Какие четыре? Шесть-девять, вот монах пребывает в созерцании тела в теле. Чувств в чувствах. Ума в уме. Феномена в феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Эти четыре основы осознанности следует развивать ради отбрасывания этих пяти нижних оков. Гатти сутта, уделы. АН 9.68. Благословенный сказал, монахи, есть эти пять уделов. Какие пять? Один, ад, два, мир животных, три, мир страдающих духов, четыре, люди, пять, дэвы. Таковы пять уделов. Четыре основы осознанности следует развивать ради отбрасывания этих пяти уделов. Какие четыре? Шесть-девять, вот монах пребывает в созерцании тела в теле. Чувств в чувствах. Ума в уме. Феномена в феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Эти четыре основы осознанности следует развивать ради отбрасывания этих пяти уделов. Мачхария сутта, скупость. АН 9.69. Благословенный сказал, монахи, есть эти пять видов скупости. Какие пять? Один, скупость в отношении жилищ, два, скупость в отношении семей, три, скупость в отношении обретений, четыре, скупость в отношении похвалы, пять, скупость в отношении дхаммы. Таковы пять видов скупости. Четыре основы осознанности следует развивать ради отбрасывания этих пяти видов скупости. Какие четыре? Шесть-девять, вот монах пребывает в созерцании тела в теле. Чувств чувствах. Ума в уме. Феномена в феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив жажду и неудовольствие в отношении мира. Эти четыре основы осознанности следует развивать ради отбрасывания этих пяти видов скупости. Уттхамбхагия сутта, высшие оковы. АН 9.70. Благословенный сказал, монахи, есть эти пять высших оков. Какие пять? Один, жажда к форме, два, жажда к бесформенному, три, самомнение, четыре, неугомонность, пять, невежество. Таковы пять высших оков. Четыре основы осознанности следует развивать ради отбрасывания этих пяти высших оков. Какие четыре? Шесть-девять, вот монах пребывает в созерцании тела в теле. Чувств чувствах. Ума в уме. Феномена в феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Эти четыре основы осознанности следует развивать ради отбрасывания этих пяти высших оков. Чатакхила сутта, умственное бесплодие. АН 9.71. Благословенный сказал, монахи, есть эти пять видов умственного бесплодия. Какие пять? Один, вот монах находится в замешательстве в отношении учителя, сомневается в нем, не убежден в нем и не утверждает своего доверия в отношении него. Когда монах запутан в отношении учителя, сомневается в нем, не убежден в нем и не утверждает своего доверия в отношении него, то его ум не склоняется к вению, усилию, упорству, старанию. Поскольку его ум не склоняется к вению, усилию, упорству, старанию, то это первый вид умственного бесплодия. Далее, монах находится в замешательстве в отношении Дхаммы, сомневается в ней, не убежден в ней и не утверждает своего доверия в отношении нее. Это второй вид умственного бесплодия. Три, далее, монах находится в замешательстве в отношении Сангхи, сомневается в ней, не убежден в ней и не утверждает своего доверия в отношении нее. Это третий вид умственного бесплодия. Четыре, далее, монах находится в замешательстве в отношении практики, сомневается в ней, не убежден в ней и не утверждает своего доверия в отношении нее. Это четвертый вид умственного бесплодия. 5. Далее, монаха раздражают его товарищи монахи, он недоволен ими, агрессивен по отношению к ним, проявляет к ним недоброжелательность. Когда монаха раздражают его товарищи монахи, когда он недоволен ими, агрессивен по отношению к ним, проявляет к ним недоброжелательность, то его ум не склоняется к вению, усилию, упорству, старанию. Поскольку его ум не склоняется к вению, усилию, упорству, старанию, то это пятый вид умственного бесплодия. Таковы пять видов умственного бесплодия. Четыре основы осознанности следует развивать ради отбрасывания этих пяти видов умственного бесплодия. Какие четыре? Шесть-девять, вот монах пребывает в созерцании тела в теле. Чувств в чувствах. Ума в уме. Феномена в феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Эти четыре основы осознанности следует развивать ради отбрасывания этих пяти видов умственного бесплодия. Чтасавини Банхасута «Подневольность ума» Ann972. Благословенный сказал, «Монахи, есть эти пять видов подневольности ума». Какие пять? 1. Вот монах не лишён жажды к чувственным удовольствиям, не лишён желания, любви, потребности, страсти и влечения к ним. Когда монах не лишён жажды к чувственным удовольствиям, не лишён желания, любви, потребности, страсти и влечения к ним, то его ум не склоняется к вению, усилию, упорству, старанию. Поскольку его ум не склоняется к вению, усилию, упорству, старанию, то это первый вид подневольности ума. Далее, монах не лишен жажды к телу, не лишен желания, любви, потребности, страсти и влечения к нему – это второй вид подневольности ума. Далее, монах не лишен жажды к форме, не лишен желания, любви, потребности, страсти влечения к ней. Это третий вид подневольности ума. 4. Далее, съев столько, сколько хотел, пока его живот не наполнился, монах поддается удовольствию отдыха, удовольствию лени, удовольствию сна. Когда монах, съев столько, сколько хотел, пока его живот не наполнился, поддается удовольствию отдыха, удовольствию лени, удовольствию сна, то его ум не склоняется к вению, усилию, упорству, старанию. Поскольку его ум не склоняется к вению, усилию, упорству, старанию, то это четвертый вид подневольности ума. 5. Далее, монах ведет святую жизнь ради перерождения в той или иной группе божеств, думая, благодаря этому нравственному поведению, соблюдению предписаний, аскези, святой жизни, я буду дэвом или одним из тех, кто числятся в свите дэвов. Когда он ведет святую жизнь ради перерождения в той или иной группе божеств, то его ум не склоняется к вению, усилию, упорству, старанию. Поскольку его ум не склоняется к вению, усилию, упорству, старанию, то это пятый вид подневольности ума. Таковы пять видов подневольности ума. Четыре основы осознанности следует развивать ради отбрасывания этих пяти видов подневольности ума. Какие четыре? 6-9. Вот монах пребывает в созерцании тела в теле. Чувств в чувствах. Ума в уме. Феномена в феноменах, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив влечение и недовольство к миру. Эти четыре основы осознанности следует развивать ради отбрасывания этих пяти видов подневольности ума. Сикха Дубалия сутта, регресс в тренировке. АН 9.73. Благословенный сказал, монахи, есть эти пять регрессов в тренировке. Какие пять? 1- уничтожение жизни, 2- взятие того, что не было дано, 3- неблагое сексуальное поведение, 4- ложь, 5- потакание спиртным напитком, вину и одурманивающим веществам, что создают основу для беспечности. Таковы пять регрессов в тренировке. Четыре правильных усилия следует развивать ради отбрасывания этих пяти регрессов в тренировке. Какие четыре? 6- вот, монахи, монах порождает желание к невозникновению невозникших плохих, неблагих состояний ума. Он прилагает усилий, порождает усердие, направляет на это ум, старается. 7- он порождает желание к отбрасыванию возникших плохих, неблагих состояний. Он прилагает усилий, порождает усердие, направляет на это ум, старается. 8- он порождает желание к возникновению невозникших благих состояний. Он прилагает усилий, порождает усердие, направляет на это ум, старается. 9- он порождает желание к поддержанию возникших благих состояний, к их неугасанию, увеличению, разрастанию, осуществлению посредством развития. Он прилагает усилий, порождает усердие, направляет на это ум, старается. Эти четыре правильных усилия следует развивать ради отбрасывания этих пяти регрессов в тренировке. Сутты АН-974-82 Сутты аналогичны суттам АН-9-64-72, но вместо четырех основ осознанности в них перечисляются четыре правильных усилия, как в предыдущей сутте. Сикха Дубалия Сутта – регресс в тренировке АН-983. Благословенный сказал, монахи, есть эти пять регрессов в тренировке. Какие пять? 1. Уничтожение жизни, 2. Взятие того, что не было дано, 3. Неблагое сексуальное поведение, 4. Ложь, 5. Потакание спиртным напитком, вину и одурманивающим веществам, что создают основу для беспечности. Таковы пять регрессов в тренировке. 4. Основы сверхъестественных сил следует развивать ради отбрасывания этих пяти регрессов в тренировке. Какие четыре? 6. Вот монах развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за желания и формирователей старания. 1. 7. Он развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за усердия и формирователей старания. 8. Он развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за ума и формирователей старания. Девять, он развивает основу сверхъестественной силы, которая наделена сосредоточением из-за исследований и формирователей старания. Эти четыре основы сверхъестественных сил следует развивать ради отбрасывания этих пяти регрессов в тренировке. Один, смотри. СН-51-1. Сутты АН-9-84-92. Сутты аналогичны суттам АН-9-64-72, но вместо четырех основ осознанности в них перечисляются четыре основы сверхъестественных сил, как в предыдущей сутте. Патхама сутта, первая. АН-9-93. Благословенный сказал, «Монахи, ради прямого знания жажды следует развивать девять вещей. Какие девять? Один, восприятие непривлекательности, два, восприятие смерти, три, восприятие отвратительности еды, четыре, восприятие невосхищения целым миром, пять, восприятие непостоянства, шесть, восприятие страдательности в непостоянном, семь, восприятие безличности в страдательном, восемь, восприятие оставления, девять, восприятие бесстрастия. Ради прямого знания жажды следует развивать эти девять вещей». Дутия сутта, вторая. АН-9-94. Благословенный сказал, «Монахи, ради прямого знания жажды следует развивать девять вещей. Какие девять?» Один, первую джхану, два, вторую джхану, три, третью джхану, четыре, четвертую джхану, пять, сферу безграничного пространства, шесть, сферу безграничного сознания, семь, сферу отсутствия всего, восемь, сферу невосприятия, не невосприятия, девять, прекращение восприятия и чувствование. Ради прямого знания жажды следует развивать эти девять вещей. Сутты АН-9-95-112. Сутты идентичны АН-9-93 и АН-9-94, но вместо «ради прямого знания жажды» здесь идут другие фразы «ради полного понимания жажды», «ради полного уничтожения жажды», «ради оставления жажды», «ради уничтожения жажды», «ради преудоления жажды», «ради угасания жажды», «ради прекращения жажды», «ради отказа от жажды», «ради покидания жажды». Сутты АН-9-113-432. Суд не идентичен АН 9.93.112, но вместо жажды идут иные значения, злобы, заблуждения, злости, враждебности, клеветы, презрения, зависти, скупости, неискренности, лукаства, упрямства, горячности, самомнения, надменностей, опьянения, беспечности.